Знаешь, что самая забавная? Частота кадров еще больше просела. И так-то играть. Слушай, даже при стриминге вообще просто жесть. О-о-о-о-о, вот это они вообще не продумали. Ну ладно, как-нибудь справлюсь, как-нибудь справлюсь. Жалко настройку. Настройку, графику, графики нельзя произвести. Это было так клево. Ну вот у нас уже даже чат оживает. Чат оживает, да. Привет, мультик, привет, Мозилла, привет, Дес. Здравствуйте, друзья. Рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем вечернем стриме. Да, мы сегодня, в общем, играем в Assassin's Creed Unity. Это так называемая 900p-версия с консолей. Но чтобы потянуть эту версию на ПК, в 1080p нужно иметь компьютер. Но я не знаю, вычислительные мощности должны соответствовать топовому ПК из Массачуссовского технологического университета, я так подозреваю. Поэтому сложно добиться хорошего разрешения. Но это, с одной стороны, это клево, потому что и так стрим идет 720p, да. И по сути, ужатие минимальное. То есть вы видите практически то же, что я вижу я. Поэтому все нормально, все отлично. Ровно, еще там по качеству вы ничего не теряете. Да, друзья, у вас теперь так же вытекают глаза, кровоточат, прямо ровно как и у нас. То есть вот эта вот вся мощь NextGen бьет вам прямо в глазницы, от чего вы должны ослепнуть. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Мы постараемся вести стрим все-таки более NextGen, но показывать вам только самые красивые места, самые красивые задания, самые красивые женщины. Особенно вот здесь вот я вижу. Ну вообще все самое красивое. Мне одно, мне только одно интересно. Почему в синдикате, вот, новом Ассасини нет мультиплеера? Ведь это практически обязательный пункт для всех современных игр. Он, кстати, пацан без ноги ходит. Почему нет кооператива? Вот Unity, он много чем плох, но он хорош именно тем, что есть кооп, что можно пофаниться с другом. Я считаю, что это очень хорошо для игр в открытом мире, которые уже, по сути, в сингле приедаются и надоедают, причем довольно серьезно. Мы вот перед эфиром обсуждали, что вот я играю в Fallout 3, который... Fallout 4, который не хочет никак заканчиваться. И уже, честно говоря, в этом году так надоели игры в открытом мире, что просто деваться от них некуда. Вот я вижу, да, Mozilla, Multistrong'у и Midruski. Привет, Midruski. Очень хороший ник, мне нравится. Очень легко читается, самое главное. Midruski. Midruski. Да, я буду сегодня следить за чатом. Да, обязательно следи, если что там, кто будет шалить. Обязательно бань, обязательно уничтожай. Вот чем мне Unity нравится? Тем, что вот Франция очень клево передана той эпохе. То есть, в принципе, эпоха-то довольно интересная. Время довольно интересное. Он как стилизатор, и Ubisoft всегда молодцы. Всегда просто красавчики. Да, поддерживаю, и хочу сказать, что поскольку Ubisoft сама по себе является французской компанией, то было странно, почему они Ассасинов выпускали где угодно, ну, точнее, игры. И серии Ассасинов проходили где угодно, но не во Франции, не на родине, ну... Ну, согласись, я не откровенно, откровенно говоря, они облажались с Unity, потому что, во-первых, она в техническом плане, ну, то есть, она красивая, но по оптимизации она была убогая, там было миллион багов, там, вот с технической частью вообще, вот именно, в плане какой-то, ну, технической стороны они облажались по-крупному. То есть, в своей, казалось бы, эпохе, в своей, в своем супе, так скажем, они... Не свалились, не свалились. Это их, они должны были, наоборот, показать все, на что они способны, вообще показать все, что могут, но в итоге нет, не получилось. Кстати, прыжок вверх почему-то тоже не получается. Ну, ладно, у нас там были какие-то очень интересные кооперативные... Да, мы сегодня будем проходить кооперативные задания. Там, я помню, было очень интересно, что-то по проникновению там вдвоем, там, уничтожали каких-то пацанов, вот, кстати, это у нас Коля, это я. Да, сегодня со мной Коля, вы его хорошо знаете, как человека, который багует, как человека, который срывает стримы, и человека, ну, просто, самой большой души, большого сердца, просто замечательный человек. Да, в общем, сегодня мы с ним ассасиним, так скажем. Показываем свое кредо убийц. Давай, давай, давай уже кого-нибудь убьем. Все, первая кровь. First Blood! Да. Ну, тогда давай еще раз на всякий случай поздороваюсь, поскольку у нас вроде народ как раз весь подошел. Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Да, привет, народ! Мультистронг сразу решил задать нам вопрос каверзный. Какой это год? Вот какой это год? Ну, это... Это... Это плохой, я так скажу, что это плохой был год. Да, лагучий, лагучий очень год такой, прям весь забагованный год. Прям нях какой год. Хороший год, вот просто нехороший. Это все, что нужно знать. Потому что мы все знаем об этом. Об этой эпохе мы знаем все. То есть, эта эпоха, когда был Наполеон, это значит, она 1700 какой-то, наверное. Да. Полностью согласен. И про Наполеона, и про год. И про Ubisoft. Просто вообще подонки. Они все подонки. Ну, у меня, кстати, тоже лагает. То есть, вот я, когда смотрю на картинку, сейчас же все уже привыкли к Full HD и 60 FPS, но здесь я вижу не Full HD и вижу 24 кадра. Да нет, люди даже на трансляции, я думаю, видят какую-то сумбурщину. Слушай, мы тут, вот напомни, как вообще тут брать задания, как вообще что делать. Ну, что мне нравится в Asosini, так это система управления. Она, да, она не особо меняется, но тут зажал нижний триггер и вперед ты бежишь. И ничего от тебя больше не требуется. Иногда нужно нажать кресик, чтобы запрыгнуть вперед. Иногда нолик, точнее, кресик, чтобы лезть вверх, а нолик лезть вниз. Все, 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 все отлично. Да, да, да. Брать задания здесь могу, наверное, я, как хост в данном случае. Просто через карту выбираю одно из заданий и его начинаю. Сейчас постараюсь подобрать что-нибудь, что-нибудь кооперативное, но не с шибко высокой сложности. Потому что у меня слетели все мои, все мои предыдущие достижения, которых я добивался длительное время. Да, обидно, кстати, вот сей, вот эпохель. О, вот, вот это наполеоновская форма, я считаю, красная. Вот вообще не уделяется на фоне. Все. Так, я все пытаюсь выбрать какой-нибудь задания. Вот, кстати, довольно богатая кастомизация. Вот это мне нравится тоже. Можно, можно, это какой-то капюшон. Капюшон. Ну, здесь есть и стандартные ассасиновские формы. То есть они ничего не дают, никаких бонусов. Они просто дают внешний вид игрока. Они становятся доступны там в ходе разблокировки. Ага. Кто-то написал, что стрим врезит. Нет, это нормальная чистота кадров, блядь. Ассасин сказать, ну, типа, поверь мне, друг, вообще не парься. Все нормально. Я тоже, знаешь, как будто стрим смотрю сейчас. Не играю в игру, а позывчивость и управление вообще по картинке. Мне кажется, что я стрим смотрю тоже вместе с вами. Сценарий Клэрда стримлю в лучшие времена. Сразу же насчет этого. И, ребят, пожалуйста, вот касательно будешь что стримить, это обновились правила стриминга на канале. Почитайте описание канала и посмотрите, что сейчас можно делать, что нельзя. Большая просьба. Такие вопросы мудрецкие задавать нельзя. Это можно, ну, напроситься на что-нибудь нехорошее. Поэтому не надо, не надо мне это спрашивать. Вопросы по игре. Вот Гуля, он специалист по Ассасинскриту. То есть, если вы хотите что-то узнать об истории серии, вы сейчас просто смело ему задавайте. То есть, особенно спрашивайте год. Вот год, вот спрашивайте, вот дату точно. Знаешь, как на уроках истории, там, в школе, там, спрашивайте. Какая-то дата, знаешь? Я говорю сразу. Любое событие там. Когда Аль-Таир убил Ибн Хапипа, вот я вам говорю четко дату, время, все, как он его убил, чем он его убил, чем породил, тем он убил. И вот у нас, кстати говоря, видишь, даже уже пошла какая-то сюжетная вставочка, что-то мы с тобой здесь должны были понять из нее. Помнишь, тут, короче... Слушай, это не жопное ли то задание? Тут, по-моему, служит. Помню. Здесь нельзя палиться. Если мы здесь палимся, то... А зачем ты его-то выбрал в самом начале? А потому что ничего проще нет. Это самое простое задание для Коопа. Да ладно, нет. Это не самое простое. Мы тогда выполняли... Помнишь, у виселицы пацана там какого-то надо было минусануть? Вот это вот интересно. Ну ладно, сейчас по стелсу все делаем. Как там стелс? Режим перейти, вот. Все. Зажимаешь левый триггер. Точнее, не зажимаешь, а один раз можно нажать. Ай. Ну все. Все, короче. Нет. Я по стелсу все провален. Куда ты вообще пошел? Как ты там вообще появился? Я не понял. Ты как? Так, убить, укрыть и обыскать. Как уворачиваться от выстрелов? Я вот это вот... Я вообще тут все забыл. Значит, здесь перекатываться крестиком и парировать ноликом. А, понял. И будет нам счастье, если меня не убьют. Меня ушатали. А я не знаю, что делать здесь. Их столько все. Все. Конец. Вот он, конец. Ну что, в принципе, приятное начало стрима, друзья. Согласитесь, всегда приятно посмотреть, как на Ротфеллипса на первой же минуте. Задание. Ну это красота. Это называется красота. Да, все по красоте проходят. Ладно. Как тут? Давай как не сгруппируемся. Давай. Мы что-то все ушли в какие-то непонятные обсуждения. Да, я понимаю, что игра не лучшая. Но в ней по меньшей мере нужно разобраться. Посмотри, там... Вот я сразу прыгаю в сток, в сено. Вот ты как туда прыгнешь? Я не вижу стогов там. Ну вот, а ты включи орлиное зрение. Орлиное зрение. Не вижу. Но он до туда не допрыгивает. Может быть. Может быть, если... Ну, видишь, а мой очень прыгучий получился, товарищ. Ну, я вот уже спалился опять. Ну, то есть... Все... Все по стелсу. Все по секретным документам. Что-то там много врагов на тебе бежит. Сейчас попробую помочь. Так нам вообще вроде не в эту сторону. Нам нужно пробраться. Вот как раз здесь лесенка на мини-карте изображена. Нам нужно спуститься вниз. И уже с помощью... Что-то, ребята, нехорошего тут? Вообще нехороший. Прям ни разу нехороший. Вот так вот им нарезать. Глентка. Заворачивайся. Заворачивайся. О. Ничего себе. Это так нормально, алебарды. Слушай, мне хочется включить ватс. Нажатием кнопки L1. Ты, главное, переходи в стелс режим. И все. И будем чисто по стелсу. А то у нас, видишь, награда уменьшается из-за того, что нас долго палят. Давай, давай. Ну просто тут врагов опять же нельзя отметить. Тут нельзя бы отметить. Да, и Дидога опять же нету. Он ушел. Он ушел от нас. Так, вот этого пацана сейчас попробую быстренько. Оп. Да, вот этого получилось, по стелсу. Но почему-то обобрать его сразу же нельзя. Можно. Обобрать. Нет, он так долго падает. Ты можешь их оббирать до того, как убиваешь. Он так долго падает, а потом только ты его можешь оббирать. Слушай, смотри, здесь можно их, оказывается, душить. Я уже забыл, что их можно не убивать, а душить. Давай без убийств проходим. Это какой кнопка? Нолик. Держишь и душишь его. Ну это такой жесткий челлендж. Я думаю, что мы на него забьем примерно через 2 минуты. Ну давай попробуем. К врагу. Давай, давай, попробуем. Так. Некий артефакт нам тут нужен. Да, некий загадочный, призагадочный. Да я на самом деле уже не помню. Здесь какая-то ведь тоже историческая подоплека с этими связана с кооп-заданиями. Ну тут наравне, как и с самой оригинальной серией игры, но здесь нужно слушать, читать, некать, чего я, собственно, не делал. Слушай, а вот именно кооп такого типа, именно вот где можно реально в открытый мир выйти и даже просто бегать, там, бустить что-то. Он же появился впервые в Unity, да? Это можно отнести к достижениям в Unity или в Black Flagе тоже было? Потому что в 3-й я не помню, чтобы такое было. В 3-й такого не было. В 3-й в Black Flagе там только были... Ну, мультиплеерные моды, да? Мультиплеер был. Я помню, что там... Да, мультиплеер был, но там нужно было убивать друг друга. Ну, там не обязательно убивать, там еще были всякие моды, но по факту... Дазмач, я понял. Дазмач, поэтому... Дазмач, вон там чувак ходит, нас палит. Ходит и палит, и ходит, и палит. Я убежал. Вроде не спалился. А я буду сидеть до последнего, пока он подойдет и поймет, что уже поздно. Вот это был вообще прикол. А что он спалил? Он мне запрыгал. Нет, я его придушил просто. Кстати, я его придушил, а он... Моржится, как будто у него что-то с животом не так. Такое чувство, что у него... Матис Киллер спрашивает, что за стрим, ну... Зачем я наелся столько, столько пурденов сидел, зачем такое чувство? О, как плохо. Хорошо. Нет, бузырка их, корчится, забавно. Корчится. Да, ну, мне кажется, что на самом деле они перепили, перепили вчера просто. А мы у них отобрали пиво с утра, и они теперь в печали все. Пиво с утра опасно пить, на самом деле. Вот, видишь, я отобрал пиво, он сейчас опять будет грустить. Вон еще один партнер. Так, а я помню, что здесь где-то уже конец этого задания. Где-то, 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 хотя он... А, нет, мы его в середине не нашли, в этих лабиринтах. Так, что это за стрим? Конечно, я поясню, это Metal Gear V. Наконец-то доделали, как видите, кооп-миссии. Доделали неплохо. То есть, есть открытый мир, посмотрите, как прекрасно переработали локации. То есть, вот мы сейчас в Афганистане, сразу можно узнать. Да, то есть, ну, единственный минус, что сделали 20 фпс и 900 пи. То есть, графику подрезали, и частоту кадров, а в остальном нормально. Это терпимо, я так скажу. Для NX-гена это терпимо. Ну, мы же хотели все The Phantom Pain. Так, ну что, давай-ка здесь тогда еще прыгать. Прыгать надо. Прыгать и душить. Black Flag на голову лучше этого. То есть, парень такой, недоволен, такой, «Пауга, это стрим, Black Flag на голову лучше этого». То есть, парень, знаешь, посидел, такой, 5 минут, посидел, такой, «Не, он...» Пора, пора высказывать свое мнение по поводу этого дерьма. Не могу я больше. Экспертная оценка по ассасину. Да. На самом деле, играл во всех ассасинов. И вот так, что... Да, вот расскажи, вот, кстати, вот свою интересную историю, касательно... Е-е-ей. Касательно ассасинов, вот. У тебя очень интересная история, я знаю, ты мне рассказывал. Да, она у меня очень длинная, очень печальная, но она познавательная. А, от роботов. На самом деле, начал свое знакомство серии непосредственно с первой частью. И на тот момент у меня не то, что компьютер я не тянул, он у меня запускал ее просто со стонами, со скрипом, с визгом. Только если я использовал специальную программу, которая искусственно понижала графику, убирала там современные шейдеры и прочее, прочее, прочее. То есть, это было просто ужасно. Я так хотел поиграть в ассасина, когда я смотрел трейлеры, смотрел какой-то геймплей, и мне казалось, что это просто божественно. Это было самое красивое, что я видел в мире. Там, представляете, вот по тем временам, по земле, плыли тени облаков. Ну, это же насколько все проработано казалось. Да, да, первая часть она поражала. Пустыня, просто строение такие монументальные, по которым можно лазать туда-сюда, убивать там всех, спрыгивая сверху. Но это просто казалось... Я был ярым поклонником «Принца Персии», и мне казалось, что вот ассасин — это не то, что продолжение, это прям шаг вперед по сравнению с «Принцем Персии». Боже, как я ошибался. На самом деле, первая часть — это такой ужас, это вот копипаст заданий, это абсолютно невменяемый сюжет, по которому я вообще ничего сказать не могу, потому что я его не то, что не понял, я его даже не пытался понять. Игра была изначально на английском языке, у меня была она на Xbox 360, потому что я приобрел его буквально спецом для пары игр, в том числе и для Ассасина. Ну и для GTA IV, конечно же, потому что на тот момент GTA как раз появилась. И, о боже, какой мужчина! Ну, Альтаир как персонаж мне показался очень интересный, очень крутой, но при этом, при этом, конечно, копипаст заданий, вот эта вот жуткая однообразность геймплея, она убивала. Не давала возможности открыть потенциал игр, и казалось, что всё, в будущем у них есть все шансы вывести серию, я не знаю, просто на небеса, достичь небесного совершенства. Но они этого, к сожалению, не сделали. Как оказалось, для меня последним действительно хорошим, прям отличным Ассасином оказался всё-таки Assassin's Creed 2. Ну, вот у меня аналогичная ситуация, я эту историю много раз рассказывал на всяческих стримах, что... Опа, ты у меня исчез, а нет, появился всё, ты просто пропадаешь периодически. Ну, да. Что первую часть я вообще возненавидел, потом, когда вышла вторая, я её прошёл из-за того, что там была куча положительных отзывов. Там был, помнишь, такой ещё стильный трейлер под даб-степ, и мне почему-то так понравилась эта стилистика, которую сделали... Я, к сожалению, не помню. Сделали этот трейлер, что вот... Ну, такое сделали, сочетание модное, современное веяние со старым, что мне, блин, прям захотелось, я не пожалел. Там действительно многое исправили, там многое стало, что раздражало. Перестало просто раздражать, и по сюжету там было очень интересно, да и, в принципе, сама эпоха, сам сеттинг, там, начало какое-то было. Гениальное ассетство с этими семьями. Это практически, там, чуть ли не Шекспиром всё начиналось. Слушай, а что мы тут делаем-то вообще? Вот, крадём сокровища, к которым только что подошли. А как тут отхиляться, ты не помнишь? Если у тебя есть зелье, то кнопочка вверх на дипаде. Если у тебя зелья нету, то... Есть здесь. То никак. Есть. Вот так вот. Ну, здесь, конечно, стильное добивание и прыжки врагов. Вот сейчас он у меня просто такой нижний брейк отплясывал. Рэддол прямо во все поля. Так, у Альтаира однообразие миссии было, потому что он отрезал себе безымянный палец левой руки. Видишь, тут какое-то... Ты видишь, тут какое-то... Примая связь. Да, связь. Я не вижу. Объясните, объясните мне делать. Я не вижу. Ну, я тебе сейчас проще объясню. Просто на примере Assassin's Creed Unity. Дело в том, что здесь нету 1080p и 60fps по той причине, что у нашего героя нет длинных волос. Да, да, все. Все, я закончил. А, ну, все. По поводу пальцев, волос. Все логично, мне кажется. Окей. Пошли уже на свежий воздух. Очень темно на стриме. А, кстати, у тебя нет возможности гамму подкрутить? Я вот не помню, здесь есть такое в параметрах? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Настройте. Мини-карта. Настройте игры, что ли? А, вот яркость есть. Могу вот так вот сделать. Что-то так, ребят, получше. Ну, так как-то у меня даже слишком ярко. Сейчас я посмотрю на трансляции, как оно смотрится. Сейчас на трансляции. Этот ник, что из Америки? Да, yes, my friend, I'm from America. Hello, Russia. Да, ну так лучше. Но у меня как-то очень как-то ярко. Да. Да, это американец. Несмотря на то, что у него не клорин рус, то есть как бы уже палево такое нехилое. Если бы ты лорин рус играл с таким ником в Контру, и ты бы часто там слышал от американцев «Цука, блядь, цука, блядь». Хорошо, что я не играю в Контру, поэтому... Я из Америки. Oh, yeah. Ты давай, веди меня, веди. Ты должен меня вести. Я не знаю, что тут делать. Он меня не поднимается. Ты вообще не слушается. Как ты тут залез? Вот как ты тут залез? Объясните мне, как этот человек тут залез. Я не вижу тут ни лестницы, ничего. Это паркур. А, вот, ты по лестнице по это опять. Зачем мы тут ходим просто? Мы пытаемся выбраться из этой клоаки, чтобы убраться отсюда. Награду мы уже не получаем по всей видимости, потому что шкала награды у нас пустая полностью. И теперь у игроков успешно скрылось 0 из 2, и надо нам успешно скрыться. Ты, короче, по карте смотри хотя бы, по карте. Давай я лучше поведу, ты, по-моему, вообще карту не вездаешь. Я пытаюсь, я пытаюсь. Специалист по ассасину, я думал, он тут с закрытыми глазами все это прошел, только прибежал. Нет, опять куда-то в какую-то... А, вон, подожди, там есть дверь. Там есть дверь. Она закрыта, у тебя есть навык взлома? А, сейчас посмотрим, взаимодействовать нельзя. У меня нет. Еще навык взломчат. А, все, то есть мы тут закерты навсегда? Конец. То есть, форема, да? Так, какие серия снайпер лид и... Извините за тавтологию. Так, серия снайпер лид хорошая. Хорошая. Хорошая, и у них там есть такой цикл наци-зомби. Это вообще прикольное в коопе прям. Мне понравилось. Попробуйте. На распродажке можно как-нибудь надыбать в стиме. По-моему, снайпер лид даже раздавался в PS Plus. Да, по-моему, раздавался. Хотя, может, я что-то путаю. Раздавался, раздавался. Ой, ну, наконец-то мы нашли выход. Нет? Выход? Нашли, нашли. А зачем ты нырнул? Ну, тут можно было. Я хочу, я хочу как в Ведьмаке. Там было прекрасное задание. Нужно было по просьбе Трис Мерри Гольд прыгать в каналы. Хотел сказать, в Новиграде. Или в Новиграде. На Новиграде. В Новиграде. Все верно. Вот, и нужно было нырять за какими-то духами. Куда-то в каналы. Это я решил себя почувствовать. Все, я успешно скрылся. Ты успешно скрылся? Не знаю, вроде бы. Давай станем инкогнито. Нужно стать инкогнито. Пошел смешиваться с толпой. Слушай, с такой яркостью я вообще ничего разобрать не могу. Я, пожалуй, на одно деление убавлю. Ну, ты убавь тогда немножко. Продолжить оценивать все это воспоминания. Assassin's Creed Chronicles. Ну, вот не знаю. Assassin's Creed Chronicles это... Это, насколько я знаю, какой-то 2D такой платформер по вселенной. Так, некий спин-офф по серии. Не ознакомливался. Потому что он там по распродажам был и за 400 рублей. Но я как-то... Но я как-то даже и за 400 рублей не хотел его убрать. Так вот, я караю людей. Убиваю. Куда идти? Убийство нервных жителей. Так, ну что, давай сейчас какое-нибудь вообще зубодробящее возьмем задание. Не надо, давай изичи возьмем. Давай изичи. О, толпачь. Изичи. Нет, лучше изичи. Ты что, вот этот-то изичи? Мы проходили сколько и получили в итоге. Что же до нихрена? О, собачка. Собачки тоже есть. Этого пацана прибить надо. Просто прибить. Без проблем. Так, вот я сейчас, да, пытаюсь отобрать по мини-карте что-то нам подходящее. У меня тут губники местные пытались присануть. Ну, ты им сказал, что ты с этого района и все в порядке? Не, я убежал. Like a fucking carrot. Какой-то дом. А, вижу балкон. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, у меня нет, наверное. Блин, я че, я вообще никакие замки не могу сломать. Я вроде его там в сингле открывал эти спокойно сундуки. Там есть закрытые сундуки отдельно, а есть сундуки закрытые. Там необходимо иметь навык соответствующий. Навык дается за прокачку. Прокачка дается, соответственно, только по прохождению сюжетных миссий. Вот я тоже прям весь сильно опечален, что нету у меня моих сейвов. Что они все загублены. На уке там что-то адово было пройдено. PlayStation. Но я полностью как прошел ее абсолютно. И у меня там даже был очень хороший шмот накоплен. Так, пищевая цепочка. Сорвать за голову. Да, все. Вот, нашел я подходящее задание. Начни днем, если можно. Ну, нет, я боюсь, что здесь можно отправиться только как можно быстрее. Здесь нельзя выбрать утром или вечером. Сейчас у нас вертолет заберет пикот. Давай. Ну, понятно. Пошли на лендинг зону. Скорее. Будем выбирать, когда нам начинать задание. Ну, я рядом. Чего нам не начинается? А, поиск игроков. Да, смотри. Даже на меня уже все нормально. Ну, сейчас мы отправимся. Может быть, даже с кем-то еще. Ну, это будет весело. Вопросы появились. Вопросы появились. Так, 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 так. А тут есть Assassin Old Snake Lange S4. Можно было найти костюм Альтаира для Снэйка. Кстати, это такой там челлендж был, чтобы его открыть. Эту жопу там можно было порвать, чтобы открыть этот костюм. Альтаира. Я не открывал, честно скажу. Но на ютубе видел. Рич, когда пройдешь великолепнейшее дополнение к Димаку. Ну, не знаю, как время будет. Игр в открытом мире. Как-то в последнее время ошибка много. И от них уже бомбит. Что-то, знаете, как-то. Я бы что-нибудь типа Ордена еще прошел. Да, это нормально. 7 часов все закрыл, забыл. Рич играл в Бэтмена в серии Арханг. Только на тебе. Я не люблю сеттинг. Не люблю. В принципе, в детстве любил Бэтмена. Сейчас не люблю. Мне неинтересно эта серия. Ну, просто неинтересно. Так. Игра тусклая какая-то. Цветов мало мультистронг. Ну, здесь не может. Сейчас мы так попали. Ночь. Ночь. И это и дождь там еще пошел. В то время суток. Днем-то она вполне себе неплохо. Красивее. Красивее игра. Рич, привет. Играл ли ты в Тропико 5? Нет. А вообще к серии Тропико как-то относишься? Равнодушно. Нашенько, я знаю, какие-то экономические стратегии. Равнодушно. Ну, это симулятор там какого-то диктатора, что ли, что-то там отстраиваешь. Типа тайкуна что-то. Ну, я точно могу сказать, что играть в стратегии на консоли, это вот уже максимальное извращение, насколько я знаю. Нет, в условиях не выходило. О, светлый день. Вот видишь, твоя мечта осуществилась. Ты смотри, просто вообще, это настоящий ассасин. И настоящая супер страшная ассасинка. Она просто настолько отвратительно страшна, что, мне кажется, игра только что потеряла еще один балл. Вообще, в принципе, нельзя такое показывать. Люди с полу начали есть картошку непочищенную. Грязную, да, и даже не жареную. Даже не пареную, вот как мы советуем, пареную морковку, картошечку. Спрашивают насчет твоей деятельности на ютубе тоже. Где твой канал, где твои прохождения, где лесплеи, куда подписываться, где ставить лайк. Нет, дорогие друзья, к сожалению, давайте подписывайтесь все еще раз, кто подписался. Заводите еще аккаунты, подписывайтесь еще на Риджит, а я деятельность не веду. Ты посмотри, сколько с нами ассасинов. Нет, и на себе. На это разнообразие. Это прекрасно. У нас есть проверенный головорез. Ну, такой все без меня сделаете. Теперь мы точно пройдем эту миссию. Вчетвером там. Да, можешь постоять и пообщаться со своими дорогими подписчиками. А я буду максимально вообще нубить. То есть вот прямо постараюсь специально, чтобы они... Так, что здесь нужно сделать? Я хочу убить какого-нибудь ассасина. Надеюсь, я не спалился. Надеюсь, это не я спалился. Вот этого пацана надо минусовать. Срочно. Получи, сволочь. Ну, вообще просто отличный минус. Кстати, это, по-моему, та миссия, на которой у нас в итоге все забаговало, если помнишь. Да, было такое дерьмо. У нас это баговалось вообще намертво, эта миссия. Ну, это, это все Коля. Вот, с ним когда играешь, это все багуется. Да, давайте баговалось еще сильно. Он у Тумбрайдер забаговал тогда. Какая у тебя операционка на... Какая у тебя операционка на телефоне, вот спрашиваю. Операционка на телефоне, ну, как же православный Android 5.1.1. Какая может быть еще операционка на телефоне, если есть операционка? Да, у меня Android 4.2, у тебя тут пятерочка уже. Что там, кстати, что там в пятой версии, там, получше сталось? Ну, где как, на каких устройствах смотря. Так, в принципе, неплохо. Что-то вам нужно расследовать. Как, как можно расследовать? Там какую-то даму можно найти, помнишь, она у нас забаговалась тогда. Все, мы расследуем. И привлекаешь внимание своим красным костюмом, операция будет провалена. Ну, нет, тут на самом деле роль не играет, роль костюмов. Было бы круто, если бы дрался. Я думаю, что это такой, в токе троллинг. Кэм, кэмо флэш. Октю кэмо, давай, нужно, нужно октю кэмо нам, срочно. Вот в Assassin's Creed, да, Drake, я играл в Assassin's Creed 3, и он меня замочил. Я устал его проходить. Это первая игра, где я буквально пинками себя заставлял доигрывать, непонятно зачем. Все, она тоже такая днющая. Я на PS3 проходил, где она, кстати, тоже очень неплохо, так скажем, выглядела. Оп. Жесткое убийство. Во, я заныкаюсь в доме, я тут поднял вообще жуткий кипиш, просто привел целый паровоз народа. А вы уверены, что вообще туда нужно идти, ребят? Расскажи финальное мнение про Орден. Многие говорят, не настоящий ноксгин, все. Остальной детский сад в графическом плане. Орден, да, он только графически впечатляет. К сожалению, по всем остальным аспектам это такая очень слабая игра. Я бы не удивился, если бы она была по фильму. Хотя, там, для игры по фильму слишком, слишком хороший, так скажем, контент. Слишком хорошо срежиссировано ролики. Ну, по сути, она бы стала вообще очень крутой, если бы она была подольше, часа на три. И если бы сделали нормальные босс-баттлы. Вот если бы это все докрутили, то было бы вообще эффеденно. Серьезно. Босс-баттлы, а не только босс-баттлы хорошие. Сделать там чисто кутые и все. Вот это их посещало. Да, да, я смотрел, по крайней мере, обзор Angry Joy. Вот как раз по Ордену. И он там жаловался в первую очередь на ужасную, просто отвратительнейшую, постановку босс-баттлов однообразную, убогую и прочее, прочее, прочее. Ну, по сути, босс-баттлов нет. Там просто нажимают культ тайм-эвент и все, и побеждают. Там, и причем боссы, они три раза и все одни и те же. Это такой бред. Еще Гарри спрашивает, какая, по вашему мнению, самая лучшая реалистичная игра? Вот это очень сложный вопрос. Ничего. Где же самое лучшее реалистичное? Ну как, GTA? Ну, я бы не сказал, что она прям самая реалистичная. Наоборот, там все так довольно аркадно сделано. Если в плане реализма, то, наверное, это игры из серии, там, Arma, наверное, что-то такое. А, ты вот так вот решил. Тут то, как сделан мир, то, как сделан мир, как вообще все смоделировано, как ведет себя оружие, там, прочее. Я думаю, что что-то из военных симуляторов. Ну, Лешли, ты на каких-то игровых фестивалях? Нет, не была. У нас в городе не проводится, ничего такого. Вот она у нас тогда забаговалась. Да, да, просто подлая, подлая женщина. Сейчас ее потрогаю. Я даже пытался ударить ее по лицу, но не получилось. Наверное, все равно не стало идти вперед. Лешли, ты на каких-то игровых фестивалях? Нет, не была. У нас в городе не проводится, ничего такого. Вот она у нас тогда забаговалась. Да, да, просто подлая, подлая женщина. Сейчас ее потрогаю. Я даже пытался ударить ее по лицу, но не получилось. Наверное, все равно не стало идти вперед. Не надо трогать, она может забаговаться. Она слишком трогательной станет тогда. Она тогда в этом переулке забаговалась. Что у меня с анимацией персонажа? Чего он так дергается? А ты мягче, мягче по джойстику. Куда уж? Самое интересное, показываешь зрителям, я смотрю. Куда уж мягче. В присиночку главное. У меня зависла, кстати, трансляция. Нет, у меня все нормально, не фризит, ничего. Так, между тем мне кто-то решил задонатить. Ребят, на этом стриме донаты не прошу. Кто у нас такой? Сейчас посмотрю, скажу. Кто там решил что-то прислать? Так, ну да, ты пока смотри донат. От MultiStrong, да. От MultiStrong за 100 рублей. Большое спасибо, MultiStrong. Красавчик, обязательно я тебя после трансляжки занесу, пополню. Пополню тебя в списке, так скажем. Ну как-то вообще налетненькую. А чего у меня Алибарда? Как оружие поменять? Ну что-то она не нравится. Это куда вообще? Или нельзя персонализация, снаряжение, оружие. Да, да, оружие. Одноручное. А почему у меня там эта Алибарда стоит? Может быть из-за того, что я ей атаку наношу? Хер его знает. Ну-ка, сейчас я выберу какую-нибудь мить. О-о-о, такое. Сейчас красавля 5000 флоринов, по-моему. Я вообще ничего не покупал. То есть я буквально на нулевых, на самых стартовых шмотках играю. То есть мне тут дико сложно все, это просто ужасно. Потому что мне было очень обидно за весь мой эквип, который я потерял на своих предыдущих сейвах. Которые испоганились. Но зато благодаря подключению к Юплею в начале игры у меня появилось 80 тысяч, что там, флоринов или игровой валюты. Я, кстати, недавно зашел в Юплей, я в него давненько нам пока не заходил. И удивился, насколько прикольно его загрейдили. Он стал гораздо прикольнее выглядеть, гораздо интереснее. Слушай, а ведь такой вот замес, он интересный. Вот тут вот. Ты здесь ведь бегаешь с нами? Да я отстаю вообще конкретно. Не отставай, потому что здесь просто очень красиво идет убиение ассасинами. Там сразу четверых-пятерых человек. Я не успеваю. Я не успеваю за вами. Вы слишком просто. Ну ты читаешь комменты, а я решаю о Валенте. Вы ассасины. То есть вы прирожденные ассасины. Пацаны, которые играют в Юнити до сих пор. Понимаешь? Это уже рефор. Это точно я вчера его ставил, до сих пор ставлю. Прирожденный ассасин. Не, ну в целом, конечно, я ничего не скажу. В целом, вот с этой механикой вообще, с этими возможностями в коопе интересно играть. Это действительно прикольно. Вот кооп немножечко оживляет эту привычную концепцию. Я плохого-то ничего не хочу сказать. Просто вы действуете слишком быстро, потому что вы слишком прошаренные ассасины. Слишком хорошо знаете игру, чтобы я за вами успевал. Человек, который тут пролог прошел и немножко там подали. И потом мы с тобой там боговали. Хотя мы с тобой довольно долго играли. Мы, по-моему, только одну, да, не выполнили из кооперативных миссий. Нет, на самом деле там было чуть больше. Ну вот, я не знаю, есть ли среди наших зрителей люди, которые Unity проходили, играли, или, может быть, там знают какие-то кооперативные миссии. Я здесь одна, и она просто настолько жопоразрывающе сложная. Я ничего сказать не могу. Я на нее одну убил, наверное, часов пять. Переночинал ее раз 30. Так, врать не буду, точно не меньше. Думовая шашка. Думовая шашка. Думовая шашка тебя убьет. Не успел, меня убили. Нет. Сейчас я спасу тебя. Просто ворвусь и спасу тебя. Вот как настоящий спасатель. Так, стрим будет идти где-то два с половиной часа от начала. Так, речь вспомни Райдена из МГС. Зачем его вспоминать, не понимаю. Почему Assassin's Creed Unity? Ну, потому что мы долго думали, что мы хотим вообще постримить, какой коопчик, и решили, что Assassin's Creed. И, в принципе, ничего, вроде весело. Интересно, получается, будете ли вы играть в охоту в Assassin's, в Assassin's Creed со зрителями? Слушай, интересно. Тема. Охота? Это, наверное, какой-то из мультиплеерных режимов. А сколько тут вообще максимально в мультиплеере может быть вообще бродить народу? Ну, насколько я понимаю, из менюшки четыре человека максимум. То есть, тут, подожди, тут же есть какие-то режимы? Или тут чисто такое вот кооперативное веселье? Я думал, что тут есть что-то помимо этого. Нет, я так понимаю, что здесь только совместное прохождение непосредственно заданий. Некоторые задания рассчитаны на двух людей, некоторые там на четверых. Больше, меньше и так далее. Но, по факту, только кооп, только хардкор. Угу. Я какую-то старуху только что убил зверски просто. Ударил её по ногам и проткнул ей глотку своим выкидным лезвием. Зачем? Зачем столько жестокости? Выкидным лезвием? Вы понимаете, ребята, о чём он? Да, выкидным лезвием старуху убил. Старуху? Ну, это же, в принципе, в принципе, игра действительно очень хороша. Если здесь можно убивать старушек зверски, то вы уже понимаете, что это. Выкидным лезвием. А как это сказать? Что это? Хидный блейт он называется на английском. Что это? Скрытый клинок? Тайный клинок? Я не знаю. Нет, ну, выкидным лезвь их называют. Ну, не стесняйся. Бывает совсем, я думаю. Ну, это ты виноват. Ты меня прямо сейчас просто запалил. Мне прямо даже неудобно, что я действительно выкидным лезвием убил старушку. А, успешно скрыться надо. О, мы тупим там носимся. Нужно выйти из-за этого желтого клинка. Всё, я и думаю, что вроде как убили, а какой смысл потом продолжать? Да блин, зачем ты на этот ковёр лезешь? Ты что, Аладдин, что ли? Арабская ночь. Складное клинок. Я думаю, что это даже не складное клинок, а как лезвие бабочка, можно сказать. Или пирочинный ножик. Вот, это скрытый пирочинный ножик. Вот так. Всё. Окей. Рассказывай, кого ещё укидно. Нет, пока это всё. Это достаточно. Ну, ладно. Так, Криш, когда загорается красном иконке врагов, нажимай кружок, и ты контратакуешь мгновенного убеж противника. Спасибо, Мозилла. Ну, у меня просто не получается. На самом деле, я просто криво руки. Я знаю об этом, что тут же написано всё для слепых, на какую кнопку что взвешено, просто мне не получается. Кто круче, Рейден или Фрэнк Йейдер? Подожди, Рейден или Фрэнк Йейдер? Грей Фокс. Ну, как же, конечно. Ну, круче Грей Фокс, наверное, всё-таки. Потому что Грей Фокс... Фрэнк Йейгер, то бишь. Грей Фокс, у него как-то... Ну, Грей Фокс, он более живой персонаж, нежели, чем Рейден. Рейден, ноунейм без характера. У него нет никакого характера. Ну да, он раскрывается там частично в Райзинге, но изначально он должен был быть таким ноунеймом, с которым игрок легко может себя как бы ассоциировать. То есть, это в Райзинге, да, и мы сделали более большой бэкграунд, связанный как раз таки именно с МГС. Ну, Грей Фокс, у него есть стелс, у него есть стелс. Ну, о чём говорить, ребят? Ну, конечно. Конечно, ну круче. Я тебе не... А, вот ты. Слушай. Я дальше подбираю задания. Это так сложнее, чем я думал. Ты в курсе, что мы сделали ад для лальтоников, потому что ты в зелёном, а я в красном? Я не понимаю. Опять? Это в красном, а кто в зелёном? Дьявол у нас преследует и повсюду. Лальтоники продолжают вешаться, смотря стримы. Спрашивают насчёт Бладборна. Насчёт Бладборна спрашивают. Опять Бладборн. Я сейчас опять буду его с Дарк Соулсом путать, Бладборн и прочее, поэтому не хочу позориться, ответь ты. Я не играл. Я не играл, но вот сейчас Брейн играет. Да, это слишком жописто. Брейн сейчас играет, он прям нахваливает, нахваливает, прям говорит, прям вообще чума игры, а года и прочее. Но он любитель хардкора, я не любитель хардкора. Он любит себе пукам взорвать такими вот сложными играми. Я на самом деле не очень люблю. Я люблю сложные. Вот если играть на сложном, то в игры, которые тебе по-настоящему нравятся, которые тебе, ну, которые просто любимы тобой. Так, что-то там еще коп задания, надеюсь, кстати. Да, нашел и я надеюсь, что нам в этот раз дадут игроков еще, потому что я выбрал задание на 3 звездочки по сложности. Ну, это вот наш ранг с тобой. У меня 1 из 5, у тебя 2 из 5, а это 3 из 5 сложностей. Ну, давай, давай. Дэс постоянно, вот уже, наверное, все это время, как стрим у нас идет, уже полчаса, говорит, что тебе привет от Брейна. Рич, привет тебе от Брейна. Брейну тоже привет передавайте. Тут просто Дэс, он как бы сидит и смотрит 2 стрима, потому что параллельно стримит Брейн. Но Брейн такой он, понимаете, он прайм-тайм забирающий. Я бы так его прозвал. Поэтому не всегда у нас состыкуется. Может состыковаться время трансляции, поэтому такие дела, такое может быть. О, на GameCube прохожу сейчас MGS Twin Snakes Over Crash 977. Ну, это очень круто. У Риджа есть прохождение с эмулятора GameCube, MGS Twin Snakes. Мне очень понравилось. Мне вообще дико доставило. Да, все бегом смотреть, все бегом смотреть. Смотреть, смотреть, смотреть. Но там, к сожалению, монетизируется видос Konami, поэтому я ничего не получу, но тем не менее смотреть, смотреть, смотреть. Не зря же старался, да? Да, да, да. В общем, можно было бы, конечно, действительно с твоими подписчиками еще устроить игру. Знаешь, вот была... А, я помню, вот мы ее проходили. Помнишь, она сложная такая? Да, да. Ну вот, видишь, я ее случайно выбрал. Она довольно проблематичная. Сейчас у нас будут рваться. Рваться наши души, конечно же. Что вы подумали? Репер оф соус придет и скажет, что вообще можно сделать. Эрамирт, да, Helldrivers, что можешь об этом, об это сказать? Что можешь? О чем? Что могешь о Helldrivers сказать? Игрушка Helldrivers. Я... Это какая-то аркад, насколько я знаю. Helldrivers, я, к сожалению, не играл. Вот это типа адовые ныряльщики, что-то такое, да? Нет, ну да, вообще, в принципе, Helldrivers, да, действительно. Я думал, они даже драйверс, а не дайверс. А, не драйверы. А, не дайверы. Они не драйверы. Helldrivers 3. И 100 скинов для Vice City. Ну вот, Дэс разошелся. Ридж уже не раз говорил, что в КС, чтобы показывать скилл, нужно, нужно все-таки, нужно все-таки какую-то либо запись делать, либо просто тупо не общаться. Да, КС неподходящая для стриминга игра. Если вы, конечно, не убер игрок, который там идеально, механик узнает, которому вообще все наизич. Делается. Который, ну, хедшоты, знаешь, не глядя ставят. У меня нет такого скила, я слишком сосредоточен в этой игре и слишком много матерюсь. Поэтому нельзя. Нельзя. Ну, может быть, если я постримлю, но какие-нибудь, знаешь, там смешные сервера, может, когда-нибудь постримлю. Знаю, где там всякие прикольчики, типа, там, каких-нибудь зомби или каких-нибудь смешных режимов. Можно что-нибудь такое, но не этот соревновательный. Вот так вот у меня здесь ваншот просто. Просто ашот, ваншот. А ты где валяешься, я тебя подниму сейчас. Блин, я сейчас вверху валяюсь. Я мощная атака и хотел заспамить треугольником, понимаешь? Я опять в God of War. Все, God of War. Сейчас тебя подниму. Странно, я тебе на лицо встал, чтобы поднять. Нет, будь аккуратен, пожалуйста. Сейчас могут пойти шутки. Ай, кто-то стреляет, меня убили. Да вот я говорю, там просто снайп какой-то адовый. Он меня просто заваншотил. Нам задают тем временем философский вопрос. Почему китайцы самый многочисленный народ? Я думаю, что это просто на самом деле они считают, что они самый многочисленный народ и всех в этом уверили. А все это от узости взгляда. Я тоже так тонко отвечу по этому поводу. Немного расистки. Потому что... Там компартия, давай ты особо не заговаривайся. Нет, на самом деле там совокупность факторов, если серьезно ответить. То есть там, во-первых, климатическая зона весьма-весьма благоприятная. И у них тоже же была такая история довольно дрянная, довольно тяжелая. И то есть они как-то привыкли быстро размножаться, чтобы сколачивать войска и отвечать своим недругам. Поэтому я думаю, это в генах просто заложено. За постоянный, скажем, войн. Но там много всего на самом деле играют. Так вот красивое даже добивание. Я тут учинил какого-то... Какого-то Нилу. Привет, броу. Я тебе покушать принес. Ох, нифига, по глотке. Нормально. Мне вот здесь нравится очень убийство с разбегом. То есть то он делает какие-то подкаты такие мощные, то он разворачивается и разрезает глотку. Ну да, это красиво, но это было еще на самом деле... В третьей части так же было, по-моему. Вот эти он всякие финты крутил. Но не так, может быть, не так киношно, но он тоже там не был. Да, но в третьей вот это все как раз началось. Там бой с несколькими врагами одновременно. И такие прям вообще короткие. И это, по-моему, уже вот второй был бой с несколькими врагами. Да, нет, я имею в виду вот прям такой очень красивый. Все-таки во второй части там немножко не дотягивала механика до того, чтобы... Ну, смотрите, вот какая толпа. Мне кажется, что вот из-за того, что эта толпа постоянно прогружается, из-за этого все ресурсы сжираются. Я вот не знаю, как в Хитмане новом проработается оптимизация. Оптимизация, вот, что не знаю. Но надеюсь, что такого, такой жесткой проситки не будет. Там же AIDOS делает, да, его? AIDOS, да. Но AIDOS, они вроде умеют толпу оптимизировать. Они даже на PS2 в Blood Money так довольно крутую толпу сделали. И при том, что в плане оптимизации там была просто конфетка. А ведь хотел бы ты Ассасина в древности. Блин, а сейчас это то, что современность, ребят. Ну, это же... Может, он имел в виду в современности? Может быть, он... Нет, с каменными топорами там охотятся на... На верблюдов, я не знаю, на мамонтов. Почему верблюдам? Почему тебе в голову верблюд пришел? Потому что верблюды одни из самых древних животных. Да? Но мамонты древние. Вовремя китов там всяких. Мамонты древние. Слушай, я, по-моему, только что мой персонаж бежал-бежал, он споткнулся, он упал и... Фига вот тут вальнули. Фига вот в парнях вальнули. Так, надо вот дальше, дальше бежать. К синему, что-то там. К синему маркеру. Unity 6 из 10. Black Flag 10 из 10. О, боже. Третий, 4 из 10. А второй, 5 из 10. Первый, 7 из 10. Три из 2. И 8 из 16. Все, обзор всех и закончен. Нет, я просто продолжил. Я продолжил оценку. Я же испугался немного. Там немножко отсидеться, какие издания. Вот если вот так абстрадироваться, вы посмотрите, какой так-то дизайн офигительный. Гра так-то просто офигеть, какая красивая. Блин, я вот хочу, чтобы Rockstar что-нибудь вот в этом, в таком сеттинге сделает. Это было бы так круто. Ну, а чем тебе Red Dead Redemption-то не угодило? Ты тоже в том же сеттинге? Ну, Red Dead Redemption, прости меня, игра уже почти шестилетней давности. Почти. Зато как она прекрасно смотрится. Я бы не сказал, что она прям уже прекрасно. Она хорошо смотрится, но не прекрасно. Вот, отнюдь. Блин, я только успеваю прибегать и все. Тут уже все готовы, все мертвые. А я даже не успеваю никуда прибегать. Мы тут с одним каким-то парнем туда-сюда. То он меня оживит, то я его оживлю. Уже не понимаю, куда он. Ну, в Террасе меня убили. Ребят, поднимите меня. Поднимите мне, Вики. Тебе горячий привет. Горячий привет, яд Брейна. Как вам обзор Fallout 4 от Top Game? Не смотрел. Я не смотрел тоже. Ничего не буду смотреть, пока Red Dead Redemption не сделает. Да, я тоже не смотрел. Я, может, посмотрю, когда свой обзор сделаю. Я еще не прошел, видите, до конца игру. Ну, как, я уже далеко прошел. Я думаю, я где-то у самого конца. Потому что главный твист я уже созерцал. Я думаю, что я где-то близко к концу. Но я опять же столько побочных хрустов сделал. Там уйдешь по сюжетке, цепляешь побочные и выполняешь эту цепочку. Ну что, ребят, вы меня не поднимите, да? То есть, fuck that shit. Ну, спасибо. Спасибо. Ну, я пытался, но ты, я даже не знаю, как ты туда забежал, чтобы так вот умереть. Там все пацаны, там трое пацанов было. Там трое наших пацанов было. И все трое мертвые? Да, они меня убили. Меня убили, убили эти французские солдаты. Мушкетеры меня убили, конечно. Лягушатники. Они же лягушатники, правильно? Frog boys. Макоронники. О, подожди, меня рисуют? Меня рисуют, что ли? То есть, игра полностью для меня не заканчивается? А я думал, для меня игра полностью заканчивается. Удаляется твой персонаж. Но это был бы бред. На хардкоре, вот именно по хардкору так реально. То есть, ты начинаешь играть. Если вдруг убили твоего персонажа, то все. До свидания. Знаешь, а я вот сейчас подумал. Вот, кстати, можно как-то отстрелить, приближаясь к подъемнику, удерживать R2, чтобы... Да, вот он. А, не отстреливаю, это просто отрезаю, это поднимается. Знаешь, я думаю, кто вот реально может ежегодно играть в Assassin's Creed? Вот, серьезно. Кто? Я нашел идеальный образ для игрока в Assassin's Creed. Короче, это такой чувак, который ежегодно покупает три игры. Только три игры. Это Call of Duty. Assassin's Creed и Need for Speed. Понимаешь? И вот, ежегодно он, то есть, всегда откладывает, и ему сменять в толпе. Ну, что-то ачивки сегодня две ажи выпали. Вот. И он чисто, знаешь, у него отложены деньги. Он только в эти три игры играет. То есть, он только, когда проходит полностью, там, задарится всеми. DLC Call of Duty, выходит следующий, и так же с Ассасином. Понимаешь, ему хватает. Вот это я понимаю, идеальный. Идеальный образ. Но это идеально для всех. Фанатно. В принципе. Почему идеально для всех? Это идеально для издателя. Которые больше вообще не во что не играют. И там Fallout, вообще не во что. Вот у него, знаешь, вот полка стоит с одной стороны на диске с Call of Duty, с другой Ассасинка и все, больше ничего не надо. Ну, Need for Speed, Need for Speed еще, точно. Ну, Need for Speed там было, по-моему, пару лет, что он не выходит. Ну, они не так часто выходят. Не, а то они часто выходят. Они очень часто выходят. Ну, я просто уже, значит, подзабил на серию давненькую, поэтому... Вопросы про МГС можно задавать? Ну, ребята, ну, каждый стрим, каждый стрим у Риджа, вопросы про МГС, Silent Hill и Resident Evil, ну, что вы никак не привыкнете? Все нормально? Конечно, можно. Ридж всегда готов сто тысяч раз ответить на любой вопрос. На одно и то же. Да, спросите его, кто круче? Рейден или Фрэнк Йегер? Еще раз. Кто круче? Че вы тут натворили вообще? Я скажу, что круче, конечно, Снэйк. Я не знаю, все, нам нужно скрыться, наверное, из области, поэтому надо выходить. Опять никто ничего не читает. Просто тупят стал. Ноль из четырех игроков успешно скрыть. Нет, они бегают, тут им минусуют всех. Я пошел скрываться. А какого ты цвета? Ну, в хорошем смысле этого слова. Желтого. Желтого. Люблю китайцев. А так красного, а так. А, это потому что они самый многочисленный народ на Земле. Полка дисков в 2015-м не смешите. А я вот, я люблю диски покупать. Потому что с PSN-а порой качать, это вообще просто, это гемор еще тот. Вот обновление у меня на Assassin 6 дигов, знаете, сколько скачалось? Четыре часа. Я не шучу. Вот так вот. Вот так вот. А представляете, если бы я ее полностью выключить захотел? Это мне двое суток, да, не выключать консоли, ждать, пока скачается. Нет, спасибо. Я лучше проинсталлю и скачаю обновление. Так быстрее получится. Когда наладят там гигабитную сеть между вообще всеми, когда интернет станет идеальным, тогда я еще могу подумать отказаться полностью от диска. Это нет. Если вы не поняли, мы с PS4 стримим. Так, что там еще? Ну, вроде тут можно скрыться, нет? Надо дальше отойти. Вот это вот просто на самом деле, если у тебя моргает желтым, значит у них ковыши, ну, просто нужно немножко подождать где-нибудь в сторонке. Ну, вот я спрятался. Я уже удачно скрылся, теперь почитаю комментарии. Торрент, торрент рулит. Ну, торрент, ребят, понимаете, торрент это хорошо, когда ты воруешь ту игру, в которую все равно не будешь никогда играть, не хочешь ее продолжения и прочего. А если все-таки тебе нравится серия какая-то или просто какая-то конкретная студия, или игра от нее... Ее нужно поддерживать. Конечно, нужно поддерживать. Не, я вот, я могу прекрасно понять тех, ну, у кого денег нет. То есть я могу прекрасно таких людей понять, потому что я сам там покупал долгое время пиратку и даже вообще долгое время такая ситуация была, что в принципе не подъема там диски от той же PlayStation 2 было покупать. То есть я даже и не понимал, что это пиратка. Я просто покупал за 150 рублей диски и все игры стояли одинаково. Это круто. 150 рублей заплатил, все игра твоя. Это только потом, со временем, мне пришло это понимание. И, по-моему, первый раз, когда я действительно от всей души поддержал разработчиков, это было 2008 год, да, 2008, когда я прошел GTA 4 на пиратке. Еще, да, там пьяная камера у меня была, которую я фиксил. И я просто пошел и с зарплаты купил диск, но уже не проходил эту версию. Ну, такие дела. А как же потестить игру? Я вот не знаю, это к вопросу о приобретении дисков и, типа, я сначала скачаю, потечу, если мне не понравится, то я удалю. Но она может быть глючная, опять же, ты скачаешь. Сейчас же игры очень сложные и взломывать их совсем непросто. Ты, кстати, покинул задание. Тебе, наверное, опять не... Вот смотрите, как красиво сразу же стало, да? Вот он вышел, и, смотрите, игра наполнилась красками, цветом, яркостью. Да ты тролль, а? Да зачем ты так? Ты не спал по отношению ко мне. Да нет, я же в любви. Нет, ну просто реально... Нет, это, наверное, те пацаны вышли, слушай. Ты же с пацанами вышел, просто ярко сразу. Ну, реально игра красивее стала. Посмотри даже на трансляцию. Слушай, а я, кстати, не знаю, почему мы с тобой расконнектились. Это вообще реально очень сложно. Очень странно для меня, очень сложно. Я смотрю на сложность миссии и что вижу, то и пою. Слушай, а давай ты тогда все-таки меня попригласи и сам повыбирай задание, потому что это, знаешь, какой сложный труд вообще. Да? Ну давай. Сейчас, кстати, отправлюсь быстренько в этот. Я хочу сейчас накопить 125 тысяч денежных единиц. Не помню, что есть за денежные единицы. Сейчас, подожди, я к на этого взрываю, это отвечу. А нет, смотри, мы с тобой сейчас в одном лобби. Все, можешь выбирать задание. Так, что у тебя с онетом? Ридж, я живу в Якутске, интернет у меня 10 килобит в секунду, 30 кгб скачивается за ночь прекрасно. Понимаешь, тут даже дело не в интернете, не сколько в интернете, сколько в серверах Sony. И сколько в самой системе PS4, которая периодически, вот вообще, огромную жопу подкладывает. И скачать быстро игру просто невозможно. Обновление какое-нибудь. Иногда просто чертовски долго качается. И при том, что я стараюсь, чтобы у меня было какое-то свободное место на диске, чтобы файл подкачки как-никак работал. И я оставляю, приблизительно 20-30 всегда не забиваю до талого диска. И все равно, все равно скачка идет медленно. Я не знаю, с чем это связано. Со Steam вообще гораздо быстрее качается все. Такие дела. Unity 6 из 10, Black Flag 2 из 10. Ну вот я говорю, третий примерно 8 из 10. Ну я знаю, почему Black Flag 10 из 10. Потому что там было дополнение Black Flag. Black Flag. Black Flag. Вот я понял. Черный. Черный. Ну да, там про раба было дополнение по черному. И вот. Да, и слушай, я об этом не думал. Действительно, черные рабы, наверное, с ними всегда дополнение будут 10 из 10, господи. Ну что, ты нашел задание? Все, я покупаю все оружие. Самое крутое, самый крутой клинок, который сейчас мне доступен. Какое оружие? Я жду задания, когда ты пригласишь. А ты там какое-то оружие решил? Ты поотвечай пока на вопросы. Я все, я приобрел все самые крутые вещи. Хочу вот сюда забраться. Я хочу сюда забраться на толпу, посмотреть. Че, нереально, там так много народу. Воу, ребята, вы посмотрите на это. Вы посмотрите. Даже я посмотрю на трансляцию параллельно. Посмотрите на это дерьмо. То есть люди иногда, конечно, пропадают почему-то. Когда-то поворачиваешь камер, они прогружаются. Но посмотрите на это дерьмо. Это реально тут, ну, пару сотен человек. Это круто выглядит. Действительно, это круто смотрится. Иногда люди пропадают. Но там все пусто, видите, все пошли. Это же революционное настроение. Это же в Юнити показано, в Зятие Бастилии, нет? Да. Да, да, начинается с этого игра. Ну, короче, если вы Юнити, отмечайте, вы можете смело пить водку на праздник. В Зятие Бастилии во Франции, французский. Можете брать выходной от Гул и бухать по страшному. Вот такой вот итог подведен. Прекрасно. Чем бы нету. Вот он итог. И люди пропадают. Люди пропадают, когда Джек Потрошитель в толпе образовывается. Иногда люди пропадают. Вот тогда, да, не все пропадают. Тут иногда кожа пропадает и останется. Ну, давай они нормальные. Давай, помнишь, там возле какого-то садика или что-то там. Там, в общем, помнишь, проникали, там еще каретка куда-то выезжает. Ну, давай любое, любое клуб задание. Давай просто, давай просто играть. Давай. Преступников убить. Полетят головы. Так, 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 отправляйтесь. Блин, я не знаю. Я не знаю, я боюсь сейчас просто задублировать одно и то же задание. Вот, по-моему, мы его играли. Полетят головы, это, наверное, как раз с этим. Ну, ладно. Только не с канавой, только не с канавой, пожалуйста. С канавой я не хочу. Нет, уже не идет, да, у тебя это задание? Не надо. Не так хорошо для тебя. Как относишься к The Crew? Ну, как тебе сказать, так? Не хочется даже... Относишься как к The Crew, вот так. Да. К Крю, как к The Crew. Капитан Крюк. Я думаю, что Крюк это для этих как раз-таки, ребят. 20 фпс на PS4 это не круто. Ну, нет, это вот как раз на ген. Причем, ребята, самое смешное, что 900 пи. Понимаете, разрешение 1600 на 900. Понимаете, это вообще. Это провал. Это просто настолько передовую игру сделали Юбики, что до сих пор, до сих пор даже PlayStation 4 не может вытянуть. До сих пор Xbox убивает людей из-за нее. Стреляет. Я не представляю, как ты в него вставляешь диск, он начинает тормозить, а потом стрелять в тебя начинает диск. Твои миши. С фу... С фу... Стреливать. Это было такое задание? А, большой шаттлэя. Ооо. Нет, не было такого задания. Вот такого не было. Какие гамадрилы прекрасные. Смотри, он похож на... Он на бочарика похож, на бочарика. Точно. Точно, точно. В рот мне ноги, в рот мне ноги. Ты смотри, как похож. Приклад мне в зубы. Приклад мне в зубы и получил. Точно, точно. В бочках. А я сразу его представил, вот в этих 33 квадратных метрах. Да, да, да. А мне баба сказала, что можно. Бах в зубы ему. Слушай, какая прикольная миссия, а? Да. Я вот даже не понимаю, о чем она, но мне очень нравится уже. Просто это... Ребят, давайте голосовать за миссией, которую мы сегодня видели. Вот это мне больше всех уже нравится. Плевать, что я ее вряд ли смогу пройти. Which Assassin's Creed you like most? Это странно, да? I like most wanted. I like most wanted. I like... I like Assassin's Creed most wanted. Нет, underground. Ассасин's Creed underground. Assassin's Creed High Space. Нет, нужно реально делать названия для игр, типа Assassin's Creed underground most wanted unity. Что-нибудь вот такое вот. С 10 из 10 автоматов. Слушай, поскольку мы с тобой вдвоем, придется кому-то мозг включать. Давай, включай ты мозг, давай. Потому что мы сейчас опять будем упороться с тобой черной стулькой, пока не поменьше. Подождите за мной, давай я поставлюсь только. Ну давай поставлюсь, тогда обходи за мной, я кажется, помню, как проникать в эту башенку. Ну, по крайней мере, у меня такое есть подозрение, что я знаю, как в нее проникать. Ну, тогда я же. Нам обычно подсказывают, что всегда можно по каналам. Ты как-то вниз спустился резко, ты как-то по каналам? Ты подожди, я за тобой не успеваю. Я же понимаю, что я в этой игре полуна. Ты же сам объяснял, что райд триггер и нолик спускаться вниз. Все правильно, правильно, правильно. Не, это понятно, просто ты так шустро это все делаешь. Ты зеленый, ты еще в этих каналах вообще не видишь. Возьми желтый свет, реально, вот, не впадуй. Сделай желтый. Давай сейчас сменю. Вот желтый, яркий, я тебя буду видеть. Assassin's Creed Carbon, вот это круто, я бы поиграл, ребят. Я бы предзаказал такое дерьмо, Assassin's Creed Carbon. То есть, Этселл такой, знаешь, Этселл подъезжает на тюнингованной Митсухи такой, ну че, погнали. И дрифт такой начинается, прям, дрифт фоя лайф. Ага, вот теперь я тебя хорошо вижу, а тут у меня все время как-то исчезало с поля зрения. Так, все, значит, стелс во все поля просто, да? Все, давай, тогда, то есть, не торопимся, давай просчитывать маршруты патрулей, то есть, все, аккуратненько, все, тихонечко. Нам зеленого не хватает, ему бы светофорчиком были, это было бы... Еще надо в том же порядке ходить, красный, желтый, зеленый. Ребята, у кого юнити есть, коннектитесь к нам, зелененьким только, вот вы будете, если брать у него, мы будем светофорчик, команда светофорчик. Так, тихо, 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 пацанок. Да, аккуратненько, аккуратненько, кстати, прилипать к стенкам, это крестик, то есть, вот подходишь, можно еще прилипнуть к стенкам. Я знаю, знаю, это я заметил. Assassin's Creed Mexicans, Assassin's Creed Lada Priora, да, вот это я понимаю. Давай вот ждать, ты только вот давай по тактике и скажи мне, когда лучше всего напасть. А кто на кого будет нападать-то? Ну ладно, сейчас вот этот тут развернется к нам, который ближе, он к окошечку, видимо, идет. Давай, я им займусь. Да, ты им, а я другого. Все, пошли? Ага, ага. Я отлипнуть не могу от стеночки. Оп. А я тем хотел заняться, но уже не буду им заниматься, там он пошел к своему бро, к своему бро-чью. Кстати, это жопа, а не миссия, нахер ты ее выбрал, мы ее сейчас не пройдем, я так... О нет, чувак, у нас же ее и не получалось тогда пройти, тут же вообще злая. Слушай, ну у нас тогда ничего вообще не получалось пройти, и аккуратно прячься, 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 прячься. Давай, давай, режь второго. Ты не спалился? Я этого-то поставил, что убил. А я, просто у меня теперь ваншот, я тебе всех ваншотил. Ребята, вы смотрите, какая у него растяжечка, вот это настоящий французский танцор, я уверен, что он на балок такое вот вытворял. Ну и это тоже, я думаю. Так, вообще, я писал каброн, но твой вариант. Мне бы тоже нравится, ты каброн писал? А! Каврон, каврон. Видимо, ребята вспомнили стрим. А, это RDR? Ага. Слушай, тут двое, тут двое. Да-да, двое, двое, двое. Давай я вот этого попробую, давай. Так он как-то ни хрена не из-за угла, он его просто вообще попалил, взял и убил, я не хотел его убивать. Того прям аккуратненько. Давай-давай-давай. Все, все, я готов. Все, 10 из 10, но я трепнуть теперь не могу. Кто-то спалился. А, это я? Слушай, откуда они появились? Слушай, я забаговался. Антур, я забаговался. Ну опять? Зачем? Ну и думаю, почему это происходит? Ребят, это у него какая-то кара у него. Да, давай, это поколбашить, чтобы все видели, что тут происходит. Ты у меня уже куда-то дальше пробежал. Все, отбаговался? Нет. У меня ничего тут нет, кстати, я тут нормально прохожу. А меня тут тоже нет уже. Все, персонаж перестал двигаться, он завис. Я не знаю, что делать. А, ну вот, ребят, смотрите, на ваших глазах. Слушай, а ты можешь, я не знаю, прижаться, как ты меня вытолкнуть оттуда? Подожди. Так я тебе, ты посмотри сейчас вот, ты посмотри на стрем, что сейчас происходит. А, все, я у тебя вообще где-то... Да, да, да. Я мимо, знаешь, я застыл. Ребят, нечто. Новая серия, нечто просто. Сейчас начнется. Во, вот это мне нравится, вот это дерьмо. Да, блин. А я что-нибудь делаю? Нет, я ничего вообще не делаю. Нет, это... Ай, блин, шикарно вообще. Что, давай перезапуск тогда что-нибудь. А я даже не знаю, что можно сделать-то сейчас. Наверное, а, ну есть, наверное, отменить задание, сейчас я попробую. Ну и у нас тогда так же зависало, короче. Прервать задание и покинуть группу. Нет, прервать групповое задание, вот так вот. Чёрт. Блин, жалко. Ну вот. Жалко, жалко, жалко. Хэштег «Вошли друг в друга» просто понесся по чату. Это нормальный хэштег. Так. Давай его перезапустим просто, попробуем ещё раз. Задание это? Да. Мне всем у нас половина стрима позади. Можно пока что передохнуть, сейчас там пообщаться. Пообщаешься? Ну, я сейчас запущу. Да, ты давай. Я запущу задание, мы там будем стоять. Да, был бы зелёный, сделали бы светофор. Сделали бы мы M&M's на самом деле. Отойду из-за зелёным. Всё было бы нормально, ребят. Ну, видите, вот как пророчески написал Ридж у себя в группе, что это будет багованный стрим. Ну, так же оно и есть, ребят. Эрамир Дэн, я... Камин Сун, что ты скинул ссылку на анонс, я так понимаю, Assassin's Creed Carbona. На PS4 не умею брать на прокат. Я вот знаю, как можно крест-накрест консоли привязать к учёткам, и два человека могут пользоваться одними играми, купленными, а по-другому не умею. Герои меча и магии, да, играл с удовольствием. Вторую часть очень любил в детстве, потому что запускалась на моём древнем компе. Третью часть достаточно много играл. Ну, вот все третьи части, там, клинок Армагеддона, Армагеддона, Дыхание Смерти, прочее-прочее. Прикольно, мне нравилось. Последние, по-моему, последние только в третьей играл. Или даже четвёртые запускал, ну, вот там, пятые, шестые, сейчас, по-моему, уже седьмые есть. Нет, уже не трогал. Посмотри, пожалуйста, ну, давай, пожалуйста, посмотрим. Helldivers, да, я знаю, что это какая-то игрушка с видом сверху, она есть давно на плойке, но как-то меня не тянет. Вот так вот, Ассорн Джим, вот так вот. Ну, я думаю, что я потом, на потом отложу себе видосы. Давайте я ещё чат посмотрю. Может быть, реально на скидку купить Юнити? Ну, Найт, ты знаешь, здесь сложный вопрос. Если ты, в принципе, тебе нравятся серии игр Ассайсинс Криды, ну, почему бы и нет? В принципе, серия-то от них неплохая, опять же, полная локализация, достойная. Пётр Гланс в главной роли озвучивает нашего персонажа. То есть здесь к исполнению, вот, нет претензий у меня к локализации, но вот к технической части, конечно, здесь очень много глюков, багов и прочего. Жалко, что до сих пор не пофиксили уже сколько игра вышла, представляете? Вот так вот, да, это отличный хэштег, да, полностью поддерживаю. Вот так вот это. Ни одной платины. Ну, вот так вот, не платины я человек. Не умею я выбивать себе платины в играх. Не вижу я в этом смысла какого-то большого. Играю, то, что нравится, столько, сколько нравится. Я могу закинуть игру просто на середине, забить и больше никогда к ней не прикасаться. Но при этом получить от нее удовольствие. Для меня нету как-то цели, там, обязательно выбить себе платины, там, кому-то показать, вот она есть. В Диабло, да, играл в Диабло с удовольствием, в Диабло 3 до сих пор. Вот, в Диабло 3, наверное, будет у меня первая платина. Так, ну что, два вопроса. Да, мы разбаговались. Играйте на ПК, там ни одного бага есть. Я считаю, ага, конечно, ага. На ПК-версии еще более багованы. Там ни одного, там, миллион бага. Так, я сейчас, кстати, быстренько перекинусь. У меня, по-моему, появились какие-то более крутые шмотки у персонажа. После того, как мы проходили с тобой вот эти вот кооперативные задания. Приобрести. Сейчас я их... О, усиление ближний бой, давай. Мне одну очку дали в Юплее. Усиление здоровья тоже можно. Ну, это же здорово. Это же прямо прекрасно буквально. А, это я Юплее очки трачу. А, ну хер с ними вообще. Да, кому не нужны. А, вот, смотрите. Вот транзакция. Смотрите, ну, миллион... Десять тысяч этих очков Юбисофт. Стоит пять тысяч рублей. Ну, нормально, да? То есть, покупаем. Покупаем игру и еще одну игру. В виде очков. Очков в игру. Манал, я это все. Лучше купите себе Mother Base. Вот, давай я себе костюм Этсо надену тогда. Ну, давай. Буду Этсо Аудиторе. Вау. Слушай, мне кажется, он даже прыгать стал лучше в нем сразу. Да? Да, я даже прыгнул и не убился почему-то. Это странно, да? Ты считаешь, это странно для Ассоцина, что прыгнул? Я считаю это странным для себя, потому что, когда я прыгаю, я обычно убиваюсь просто нафиг. Ты опять в канализацию тянет. Ну, а как, здесь это лучший самый проход внутрь. Ты же сказал, все по стелсу, по тактике, все дела. Подожди, так мы перезапустили эту миссию, что ли? А мы уже в миссии, лол. Давай, давай. Пойдем. Только я сейчас еще себе этот навык быстренько прокачаю. Двойного убийства, а то у меня его нету, а так хочется. Все, отлично. А в игре музыка есть? Кстати, наверное, у меня слишком это жесткий дисбаланс, наверное, звука. Ты можешь сейчас просто мелком послушать? Может, вообще звука игры не слышно? Я тогда настрою. Ты знаешь, я могу попробовать мелком послушать. Тогда я сейчас отключу микрофон, чтобы создавать дикое эхо. Ага, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Что он тут? Он тут в мусоре копается. Есть какие-то улити? Что-то странное тут происходит. Слушай, ты знаешь, я чекну, там действительно ничего не слышно, кроме нас с тобой. Да? Ну, сейчас я... Нас очень хорошо слышно. Да, могу похвать. Это хорошо. Сейчас мы настроим. Сейчас мы настроим. Микширование звука. Так... Давайте на среднее тогда значение вот так вот поставлю. Даже вот так вот. Так, ребят, вот так лучше. Слышно музыку. Ну да, сейчас пусть чат отпишется лучше, потому что я... Я могу, в принципе, конечно, послушать. Я на... Нет, чат отпишется. Я на среднее значение поставил. Сейчас должна быть музыка. Какие-никакие звуки. Так... Ты что-то далеко опять убежал. Дорогой, Этсо. Аудитория. Этсо из аудитории. Да я тут так же вот проникаю, как в прошлый раз мы с тобой. Ага. Все четко, все поставь. Все тихо, все поставься. Все тихо, давай вот сейчас вот вообще аккуратненько и не багуйся больше. Я понимаю, что ты хочешь. Ты хочешь это. Душа просто к этому. Мы зрителям обещали. Мы обещали зрителям. Ты сам ВКонтакте написал, что это будет баговый стрим по Ассасиму. И что ж ты теперь хочешь-то? Ну, мы еще отловим багов, ребят. Не переживать, еще отловим. Так, давай, короче, сейчас вот пацан к окну подойдет. Я его минусану, а ты к тому пойдешь. Ладно? Окей. Мультистрон говорит еще чуть-чуть. Я так понимаю, наверное, еще чуть-чуть. Так, я того дальнего, да, забираю? Угу, давай. А, меня кто-то палит. Палит. А, палит, палит, палит. Кто? Кто? Я убил. Я убил, убил. А сзади, сзади, сзади. Сзади, сзади идет, подонок. Сейчас я его... Так, сейчас. Ой-ой-ой. Ну все, ладно. Да ладно, у меня тут уже ваншот их всех. У меня самое топовое оружие, в принципе, поэтому. Конечно, хочется все-таки по тактике, по стелсу. Мультистрон еще чуть-чуть предлагает прибавить звук, я не знаю. Сейчас, давайте. Сейчас все сделаю. Стоя на того. Ну вот, самое крутое, как они позы занимают, убитые враги, тут я ничего не могу сказать. Это прекрасно просто, божественно. Ну да. 10 из 10. Рагдон. Ну, кстати, вот стоит похвалить разработчиков за то, как ткань ложится так прикольно. Ткань на ткань тут похожа. А она тоже так нехило ресурсов разжирает. Слушай, вот здесь вот есть окно, можно через окно попробовать наверх подтянуться. Подожди, я тропики обыскал. Все, бегу. Тут же по сюжету герой на зоне что-то сидит. Я уже забыл сюжет. Па. Я сюжетом сегодня был просто насыщен, даже перенасыщен, я бы сказал, потому что мне пришлось по-новой запускать игру, по-новой проходить. А там не скипаются, как сцена, вот такой вопрос. Скипаются, слава богу. Если бы они не скипывались, я бы, наверное, до сих пор бы еще проходил. Ну, там все начинается грустно. Мальчика бедного ведут в какой-то там дворец. Не, не рассказывай, не рассказывай, я знаю. А спойлер, аллерт. Не, не то, что спойлер. Слушай, я вообще тут... Ты посмотри, как я прикольно выбрался. Вот, иди сюда, здесь можно всех убивать, красть. Я не понял, где ты как-то пошел вообще, я не понимаю. Окно открытое есть. Вот, видишь, ты просто с другой стороны через такое же открытое окно забрался. Толкнуться от стены, я не знаю, мне тут... Вот, отлично, вообще, 10 из 10. Сейчас я тут кого-нибудь начну убивать. Сейчас начну стрелять. Стой, гражданин. А, что ты не атакуешь? Пиши, я опередил тебя. Он у меня не атакует. Все, звук отлично пишет. Ну, замечательно. Извините, ребят, просто... Просто сложно подобрать баланс, на самом деле. Особенно через PSM. Мы с бреном на компьютере мучаемся иногда очень подолгу. Из-за того, что в разных играх звук по-разному себя ведет. И настройки иногда в бинде... Да, не боятся, да убейте его, пожалуйста. Хорош. У меня вот эти пацанов с мушкетами вообще раздражают. Я все добил этого босса. Он, конечно, не биг босса, а так себе босса, но это круто. И ты, главное, у него лут забираешь. Ну, как-то обзоры у Лох Винова. Ну, да вы что, Сологинов, он же батька, или как это принято говорить? Ну, не надо, не надо. Он же 10 из 10, господи. Не, ну, людей не надо как бы оскорблять. У него каждый обзор 10 из 10. Ну, я так скажу, он говорящая голова. То есть, ему уже заказывают обзоры. То есть, он только наговаривает их монтажом и прочим занимается-то него. Ну, как можно относиться? Бывает, говорит интересные вещи. Много пафоса. А так, бывает. Бывает что-то интересное. Лох Винов, он молодец, но сейчас никого из загражуров, в принципе, воспринимать серьезно не стоит, потому что им, ну, серьезные деньги платят, собственно, издатели. Поэтому серьезно к этому мнению относиться не стоит, потому что они могут расходить абсолютно любую игру, каким бы она. Ковнецом не была. Ой-ой-ой-ой. Я здесь вовремя вообще увидел, что так много противников. Спускайся, спускайся вниз-то. Давай-давай-давай. Вот сейчас давай вот попробуем что-то типа стелса сделать. Попробуем. Попробуем. Давай. Там просто вот один гад прям на нас смотрит. А как тут стелсом пройти? Смотри, они там намертво стоят, да? Тут, в принципе, стелс невозможно, мне кажется. Ну вот, если их как-то вот так вот, да, грохнул и ушел, грохнул и ушел, все уже. Стелс закончился. Ну да. Ну, взять тебе бастилия началось что-то. О, получилась контратача. Я тут, конечно, вот так все эти анимации криво сделала, ну просто же. Ну, когда вот это мясо происходит, да, это выглядит вообще очень смешно, дико. Да, очень забавно. Ну, это, наверное, из онлайна, по-моему, стабильнее в сингле все это. У вас есть подачки? Синхронизация, перейдите в меню персонализации, что? Ага. Персонализация, что у меня там? Навыки, может, навыки, дальняя была незаметность, может, незаметность качнуть. Купить. У меня всего, а, у меня их 7, у меня их 7. Может, здоровье качнуть реально? Толстая кожа, три бони. Ага. У меня это куплено? Да, у меня качено было. Ага. Толстую кожу хочу. Ну, вот это я понимаю. Все, теперь ты Халк с толстой кожей. Забыл, у кого же там еще было из персонажей вот этого толстая кожа. Одно из фишек. Вот, 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 ну-ка, стелс, стелс, стелс. Оу, еее. С вами соперник. А, вот, вот тут, наверное, я смогу взломать. Я даже ачивку вывел, милосердие. Не знаю, что, за что она дается, надо посмотреть. Наверное, вырубить сколько-то противников, не убивая. Крайне редкий, 2%, прикинь, нейтрализует 10 противников при выполнении, при выполнении заданий в режиме совместной игры. Вот так вот. Хрена себе. Редкая ачивка. А вы говорите, почему у меня ачивок мало. Тут меня спрашивали, почему у меня нет ни одной платины и всего 500 бронзовых ачивок. Что я за днище такое, но вот. А вы говорите, видите, какие редчайшие ачивки получаю. То-то же, то-то же, друзья. Ты опять хрен пойми, куда ушел, пока я там распределил. Вот, давай все. Да нет, нет, я не знаю. Здесь вот вроде пошарахался, там все закрыто. Навыка взлома у меня нету. А у меня есть, у меня есть. Сейчас, Андрей, сейчас взломаем. Смотри, нажмите на X, когда полоска. Так, ну, все, взломал. Все, вообще, сгирается. Я же качнулся, когда уже. One love. Отлично. Тут окно есть. Я думаю, давайте здесь жить. А, кстати, слушай, здесь есть окно, эту тему. Давай здесь жить, ты уверен, что хочешь здесь жить. В тюрьме. Смотри, какая милая камера, она же прям. Она манит, манит к себе своим простым. Владимирский центр. А, вот видишь, уже не удержался опять. Ну, что ж такое-то. Ветер северный. Да. Начинается у меня ностальгия по зоне. Сейчас народ неправильно поймет. Начнется, а где ты чалился? Не, ну вот и зря спалился, конечно, ну да. Было такое. Они с Брейном фотку мотали. С Брейном фотку мотали. Они пронохли, что это как раз таки у них там была. Тема. Оп, скрыл. Забавно я тут какой-то е. Пала у тебя такую. Там как-то иногда долго паришься с этим замком. Ломаются. Ломаются эти отмочки. Так, ты пришел здесь. Я хочу, чтобы ты выполнял миссии. Ты же по красоте нашим зрителям покажешь. Я не вижу вообще. Спускайся вниз через окно. Вот там, где я выпрыгнул через окно. Давай тоже спускайся. Здесь снизу зайти и сразу стоит этот. Открываются? Как-то все так замучено вообще. Так, ага. Вот тут типа. Все и вниз просто спускайся. Подожди, вот тут вот есть дверь. Как тут все тяжело. Да нет, спускайся в самый низ тут. Самый низ? В самый низу сразу. Да, да. Понял, понял. Здесь вот сразу прям стоит этот сундучок. Я его сам решил не открывать, чтобы все-таки зрители посмотрели, как же. Вот смотри, тут народ начал по-серьезному вспоминать, у кого еще была толстая кожа. Вот уже вспомнили крокодилу Гену, Шрека вспомнили. Да, просто капец тут. Столько сюжетного было всего. У Стаса Борецкого есть толстая кожа. Что такое Стас Борецкий? Что это? Это блогер, обзорщик, летсплейщик. Стас Борецкий это новый русский. Он в красном пиджетке ходит. Он такой дядька, килограмм на 200, наверное, находит такой что-то. Так надо в Малиновом ходить тогда, что же он? Он недавно что-то BMW свою сжег, типа, поддерживая русского производителя. Сжег 3000 евро. Еще что-то. Короче, перец как можно. Вон, давай задушим вот этих. А, черт, их здесь очень много. Ну, двоих-то мы успеем задушить. Подожди, давай, я одного пристрелю, давай, я хоть и покажу, что оружие в игре есть. Давай, смотрите, ребят. Вот, их нету еще пока. Вот, хочу отвлечь. Опа. Смотрите, скилл минус 3. Минус 3, ребят. MLG. Вот это скилл. Негра РУГ. MLG Pro. Вот так же их контр-стать. Сейчас я забагусь опять, я чувствую. Не надо. Так же, из такой же пушки их снимаешь, так пух. Ну, еще два часа перезаряжаться надо. Пока ты засыпешь порох, дробину туда ставишь, ствол прочистишь. Это я прикидываю, если так бы было действительно. Слушай, неплохой бы Counter-Strike получил. Смотрите, тут свинку кто-то спорол. Слушай, а надо вернуться, видимо, обратно. Еще какую-то надо свиню найти теперь. А ты говоришь, свинку там нашли. Это санитария сплошная. Свинку на рынке с паролем. А нам теперь еще куда-то, да? Да, и что-то совсем как-то в другую сторону. Наверное, надо как-то по-другому идти. Сейчас я посмотрю, попробую по карте понять, что там. А, слушай, это вообще в другую часть города. Можно выйти тогда, бежать, либо здесь устроить мясо? Нет, давай, давай, пойдем, побежим. Побежим. Ну, в сторону решаю уже. Давай, я за тобой. Поворачиваюсь. Вот так, смотри, оп. Оп, опротинул пацана и убежал. Убежал. Это я понимаю. Пацана по гитаре на. По гитаре на. Так бы я сказал. Блин, все классно бегать. Ты просто гитаре на паркурщик. Просто бегать тут классно. Вот видите, ничего не скажу. Вот Assassin's Creed, я бы покупал, если бы он стоил 1000 рублей, да, предположим. Ну, 800 рублей. Я бы ежегодно покупал, чтобы чисто по крышам бегать. Потому что паркур тут передом. Очень клево. По крышам бегать, голубей гонять. Ты, главное, говоришь, за мной пошел. А в итоге убежал. Не знаю откуда. А тут все плохо вообще. Меня тут палят, и я не могу разогнуться, чтобы перестать быть таким подозрительным типом. Тебе трейдер. Вот, вот обратите внимание, какое красивое здание. Охренеть просто. Как тут засунет. Вообще просто бьютифульно. Бьютисышно. Вообще просто красиво. А какая в Париже река-то у них там Сиэна, да, или как там ее? Не помнишь? Да, наверное. Вряд ли Темза. Темза это в Лондоне. Это в Лондоне. Видишь, надо было в Синдикат играть. Раз я про Темза помню, надо было. Вот все-таки... Ну, мы бы не поиграли, потому что там мультиплеер. Там нет мультика. А им дорого, наверное, делать мультиплеер-то. Вот в чем дело. А-а-а, я думал, что он у меня... Вот так вот, видишь, как мы по тактике с тобой? Смотри, как я сейчас по тактике вот так вот сделаю. Ну, это вообще супер тактика. Это... У меня пол-ХП нету, меня кто-то стреляет. А я пройти не могу. Ай, иди-веди. Ты что хочешь, а? Без ноги. Вот эта тварь, опять меня. Ты, короче, минусу этих... Те, кто с ружьями, с мушкетами, их минусу. У него все ружья. Сэр, так точно, сэр. Сэр, я перекатываюсь и стреляю. Нет, не стреляю, но перекатываюсь. Главное, что я могу перекатываться. У меня кто-то очень сильно... Не умрешь. Еще раз очень сильно. Где-то лицо. Не умирай. Короче, не умирай. Сильнись. Да нормально все. Сильнись. Хорош. Я просто не понимаю, кого-то еще надо добивать. А, вот. Надо вот этого пацана спасти. И вроде спасли. Вон. С топоренком пацан. Ща его. Да я их видишь просто ваншоте. У меня же теперь уже пушка. Слушай, помнишь, они тут где-то еще в зданиях сидят. Вон, вот тот, по-моему, пацан. Да, ну вот они отображаются на радаре. Ай. Вот это что такое? Это ты бросил бомбу по всему миру? Тебя возьми, а? Ну давай, стреляй. Так, тут даже меня спрашивают. Ник, какие игры ждешь? А сейчас жду Just Case 3 и Uncharted 4. Боже, еще на игру в открытом мере. Это что жесть. Ты выдержишь? Да, ты знаешь, я вообще, если я не ставлю целью их даже тупо проходить. Я вот по фану. Пока мне фаново, я в них бегаю. Не доедает, я просто забиваю на игру и все. Даже не факт, что я ее пройду. Я с удовольствием ее поставлю, с удовольствием в ней побегаю. А то, что я ее не пройду, это уже второе дело, так сказать. Да кого что-то убить-то, господи. Я тут прыгаю просто как обезьяна. Вот видишь, вон эти, то ли аддиктаторы, то ли серпами, то ли... А, они в штатском, черт, они замаскировались. Так, там вопрос какой-то был. Да ладно, повыдавливаешь, глаза толстячут. Как бы тебе не повыдавливали. Так, вот, за что ты так ненавидишь ассасина? Они очень много работы проделывают, и похуй, они великолепно отрабатывают. Ни в одной игре нет. Даже близко такого. Ну как? Я бы не сказал, что ни в одной игре прям близко такого нет, потому что, в принципе, игр в открытом мире хватает, и по степени проработки многие, многие могут, в принципе, поконкурировать, посоревноваться. Проблема в том, что корневой... Я по-серьезному объясню. Корневая механика нисколько не меняется, и сюжета отчасти к части лучше не становится. То есть за историю наблюдать скучно. Играть скучно, потому что, ну, нисколько механика не изменилась. Все одинаково, все есть, тогда сено все. И ладно бы они выходили, там, раз, два с половиной, в три года, я бы ничего не сказал. Окей, нормально. Если бы в этом году, например, вышел Assassin's Creed 4, да, только бы сказал, круто, вау, будем играть. Сейчас начнется паника. Но нет, ежегодно, и чтобы всю историю понимать, чтобы понимать все отсылки, все поставки, нужно проходить вообще все. Жесть, это ты натворил? Что? Я убил тамплиера, и началась паника, как они сказали. Теперь я тут устроил просто кровавую резню. Ну, это глупо спрашивать, почему не нравится Assassin's Creed. Это глупо спрашивать, серьезно. Если вы в видеоигры играете, это вопрос очень, очень глупый. О, Эльгар пришел, приветствую. Даже вот, можно сказать, поклонник, который во всей части играла, он понимает все минусы, все недочеты, все недочеты Assassin's Creed. А вы меня спрашиваете? Хотя я прекрасно отношусь ко второй части. И я отдаю должное первой части, которая по некоторым аспектам, в частности графическим, и по анимации тоже совершила небольшую революцию. О, ребят, ну смотрите, ну смотрите, как он такое. Вот это парень, вот это я называю стиляга. Он как бы, он красоту сделал. То есть я не могу двигаться, я не знаю, за что я повис, но я вот так. Оп, спрыгнул. Нормально. Ты заглючился, нет? Забаговался? Да, 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 немножечко. Отпустила, отпустила. Тем временем нам нужно найти питона. Я отмычку нашел. И отмычку нашел. Ладно, не надо. Не надо, это уже слишком. Ладно, окей, ну нужно найти потона. Знаешь, что такое потон? Это историческая личность, между прочим. Здесь же, понимаешь, вот в чем фишка всех ассасинов, вот одной из главных особенностей является то, что здесь все эти персонажи, это какие-то исторические личности. Они на самом деле существовали. Что-то я понимаю, потон, это человек, которого я знаю. Это наш приятель, старый добрый потонищик, потончик, как мы его завел в обычный. Я слышал, что Жан-Поль Бельмондо тоже, как бы, историческая личность. В этом ли мы его здесь? Я вот был бы больше рад Жан-Поль Бельмондо тут увидеть. Это было бы офигенно. Ты что, он прекрасен. И такая музыка должна начинать играть. Вот это тум-тум, тум-тум-тум. Нет, я не буду сейчас музыку никакую проявлять, потому что я послушал запись стрима, где мы пели хэппи-безды. Это было отвратительно. Да ну прикольно. Я считаю, что прикольно. Прикольно, только очень странно, что, как бы, когда мы с тобой общались, все было окей, а вот при записи на стриме я услышал просто какой-то влажный, жуткий рассинхронный просто. Дуратительный. Так, Ридж, Стефани Жустина или Эмилия Кларк? Сложный вопрос. Ну, то есть, Куайет или Мать Драконов? Она же Сара Коннор, недоношенная. Не знаю, не знаю, не знаю. Очень сложный вопрос. Ну, наверное, все-таки Мать Драконов, потому что она блондинка. Мне блондинки больше нравятся. Вот так вот. Блондинки. А ты? Блондинки for the win. А ты? А у меня вообще свои предпочтения. Ева грилит, ребят, только Ева грилит. Зеленая Ева. Мы знаем, кто это. Сразу расскажу. А мы знаем. Мне очень понравилась сцена, где она сражалась на корабле с каким-то спортом. С спартанцем, точнее, с... А-а-а, она-а-а, вот. Да, 300 спартанцев. Рассвет империи. Помнишь, такое видео? Да, офигенно. Вот, и там был момент, когда... Помогай, помогай, бро, бро, бро. Ушатывают. Не-не-не, сейчас бегу, 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 бегу. Все, все, спокойно, спокойно. Отставить панику. Просто я пришел. Давай, не си, вот это я понимаю. Вот это вот того гидора. Вот это стелс. Вот это ассасин. Вот это стелс. Вот он, посмотрите, корневая механика стелса. Корпи имплейм. Жалко, здесь даблблейдинг, кстати. Почему нельзя взять сразу два оружия? Блин. Или клинок времени. Вот, кстати. Клинок времени было бы нет. Да, кстати, кстати, да. Во вторую руку и можно было бы просто здесь устраивать такие забавные развлечения. Мне, кстати, водичку надо найти. У меня водичка закончилась. Вот, видишь, течет. Вот какая-то мразута стреляет. Ну-ка, ну-ка, убей его. Во, хорош. А, ты его уже снял, что ли? Да, да, да. А, ты в него выстрелил. Он выеживался. Что тут нам сделать теперь надо? Патона. А, Патона до сих пор. Мы не нашли Патона еще? Да, нашего старого друга. Да, я знаю, он пьяный, опять в канаве где-то валяется, как обычно, собственно, ничего не меняется. Зачем он трогает своего мертвого друга? Он в шоке. Он в шоке. Вы посмотрите на этого парня, он в шоке просто. Он не понимает, что он здесь делает. Он полом отчаяния. А вот этот что тут? Не мучайся, бро. Ну, это я не понимаю. А вот этот парень осознал всю тщетность бытия, знаешь. Он такой, fuck my life. Fuck my life. Вот так вот, ребят, вот так выглядит безысходность. Посмотрите. Ева Грин, это из Казино Рояль. Да, это девушка Бонда в Казино Рояль в том числе. Но там она не так хорошо побеждалась, как в 300 Аспартанцах. Да, Бонд ее не победил. Он как бы в онлайне. Ну, не так он ее победил. Он ее чуть-чуть победил. Победюшки сделал маленькие. А вот Афекола или как же его звали-то? Он его прям победил от души. Это был классный момент. Что за Афекол? Я не помню Афекола. Ну, как же его звали-то? Мужикат, который главную роль... Ну, типа главный герой в 300 Аспартанцах, Российской империи. А, нет, Леонид, это в Леониде тоже был частично был. Но он побеждал только Ланнистер. Поэтому там немножко... Ну, Ланнистер я бы не стал, кстати, побеждать на самом деле. Ну, смотря какую из Ланнистеров. Ну, что-то тут нас надо, вот, ребят, ну... Там надо вниз спускаться. Я уже нашел, на самом деле, куда. Просто я бегаю и никак не могу понять, где же там спуститься. Ну, либо нужен навык взлома второму. Нормально, ты говоришь. Я на самом деле нашел, но не нашел. Ладно. Риджи вступает в бой. Нельзя так много на одного. Отдыхайте, ребята. Пишут, что победил от души. Да. Папа и мертвых мужиков, обычный день в осеннем. Ну, кстати, труска. Точно, кстати. Мы их щекотим, на самом деле, чтобы вам было весело. Это не щекотим. Я думаю, что ты забыли взломать. Да-да-да, могу, смотри. Круто. Я так очнулся, понимаешь, вот. Ни хера тут какая скорость. Нету, джейс, нету, я тут не взломаю. Тут очень быстро. А, ну, значит, у тебя... Подожди. Вот, недостаточно прокачан скейн. Сейчас я попробую. Сейчас я попробую. Нет, я попробую, все-таки я смогу. Я смогу. Нет, это песец. Он так, знаешь, так красивый. Я смогу. Нет, это песец. Не, я думал, что у меня уже в ка... Ну, это херня. Нет. Лучше... Вот если бы фоллаут, я бы взломал. С пяти отмычек взломал бы. Ты там этот код будешь разгадывать, эти буквы. Тоже, кстати, дебильная... Дебильная... Немного... Особенно на позднем уровне, где так много букв... Буков много. Буков, да. Причем там надо как-то в каких-то скобках убирать, в каких-то скобках не убирать. Я уже забыл. Нет, там не надо ничего убирать. Там, короче, просто... А, вот он нашел вход под зимой. Там нужно просто буквы. Короче, совпадение по буквам есть. И просто искать, какие буквы могут совпасть. Там, в принципе, она простая. Но когда много букв, то сложно. О, господи. Мы какой-то Silent Hill спустились. Помнишь, мы еще угорали по поводу черепов, что они имеют какие-то непропорционально огромные величины? Да. Что это явно не кости людей. Это вот те самые пресловутые предтечи, которые в этой игре являются основой. От кода ДНК с тремя спиралями. Ну, то есть, если вы прям шарите, то это вам должно что-то сказать. Все, прошли? Да, как тебе? По-моему, крутая миссия. По-моему, да. Мне начинает нравиться. Вот я прокачался, я устроил мясо, и мне начинает нравиться опять Assassin's Creed. Да, но мне не нравится система взлома замков. То есть, это шляпа полная. То есть, ты бы предпочел все-таки буквы отгадывать? Ну, словами, точнее, отгадывать. Нет, там есть взлом, отмычкой там нужно крутить и поймать это. Поймать отмычкой правильное положение и повернуть просто отверткой. Собственно, механизм это очень удобно. То есть, ты сейчас описываешь механизм... А, ну я понял, ты имеешь в виду... Я шутил про электронные терминалы в Fallout 3 и 4. Нет, а там взлом замков еще есть. Да, я понял, да. Ну, это они стандартно взяли из Elder Scrolls серии. Там, по-моему, также абсолютно... Нет, вот в Oblivion было по-другому. Это они в Fallout 3 такую систему разработали, по-моему. В Oblivion по-другому было? В Oblivion по-другому было. Там нужно было так штырьки поднимать аккуратненько. И там у тебя она ломалась, если ты положение не угадал. Там, кстати, сложнее было взломать. Но я там... Помню, я там качался, качался, и потом ты докачиваешься до такого, что у тебя отмычки не ломаются. И это очень круто. Слушай, короче, сейчас мы с тобой пойдем на самую-самую вообще жопистую миссию, которая есть в этой игре, за прохождение которой дают самую крутую бронь. И если мы до конца стрима сможем ее пройти, это будет, я не знаю, просто достижение 10-10. Ребята, вы тогда должны просто нас воспалять. Отобьется по эмоциям, а нахсген будет на кончиках пальцев. Вот я считаю, что так должно. Вот не отбавить, не прибавить. Видишь, как я и сказал. Только я не помню, как это речесе называется. А, ну это классика, понимаешь. Это нормально. Я знаю, что оно есть и что оно очень сложное, но как же оно, блин, называется? Тут пришельцев ребят обкапывали. Видите, тут намек на пришельцев. Женский марш вряд ли она называется. Что-то я не помню, что там что-то с женщинами было связано. Я помню, что там был какой-то дворец такой крутой. Господи, что же это за миссия? Сейчас, мне нужно, короче, немножко подсказочку посмотреть. Посмотрю я ее даже не в гугле, в пресловутом. Посмотрю в персонализации, в снаряжении. Давай. Потому что где-то здесь бронь написана, какую нужно пройти миссию. Антон, как тебе обзор Fallout 4 от Angry Joe? Angry Joe, вот он есть там хорошие вещи сказал. Но я, правда, с перемотками смотрел. Но он как-то, по-моему, предвзято все-таки отнесся. По-моему, то есть там есть нашел. То есть прямо сейчас стоит понимать, что я Fallout вот высокую оценку ставить не буду до 100 пудов. Ну, не знаю. Потом я пересмотрю его обзор, когда свой обзор опять же повторюсь. Сделаю. Блин, а столько о нем говорю, все, я больше ничего о нем говорить не буду, иначе он никогда не сделается. Мне игру пройти, пройти игру, просто пройтись игра, пожалуйста. О, ну, кстати, ведь красиво. Я еще теперь загоняю. Ну, смотрите, вот тут вообще просто офигенный видок, вау. Вот это я понимаю. Тут реально клево, красиво. Вот за такие вот, вот только вот за эти вот моменты, за любование вот какими-то древними городами, вот за это можно любить, я за семье согласен, но не за Гэмпуи, который never changes. Эмулятор бега по крышам. Симулятор. Симулятор. Эмулятор. Пусть будет. Он эмулирует. Симулятор. Эму. Он симулирует. Опа. Вот так вот. Минуточка знаний с Риджитом. Это еще одна вещь, которую вы не знали. Слушай, я пытаюсь найти это задание, никак не могу его найти. Называется турнир задания. У тебя на карте не отображаются, ну вот если открыть общую карту на тачпад, если нажать. У тебя не отображают совместные задания? Слушай, на тачпад. На тачпад нажать. С правой стороны слегка. Ооо, у меня тут карта Парижа появилась. Вот такая жесть. Все, нашел турнир. Отлично. Так, играть в общую игру. Все. Давай тогда с пацанами. Вот давай с пацанами. Вот я хочу, чтобы мы с пацанами. Потому что пацаны, они убегут, там все сделают. Я даже не успею добежать. Вот это я понимаю. Gameplay. Next game. Халява, приди. Ну это, по-моему, просто гимн всех студентов. Точнее, это хэштег теперь уже всех студентов. NemesisKiller написал. Если что, я личный страж рейджа. NemesisKiller, да. Он убийца, а не медит. А Гарри, Гарри Прова, ты додосер? Ты понимаешь, ты так не говори. Я тоже... Наверное, он имеет в виду, что пододосит и бросит. И все. Пускай он додосит тогда. Юплей там. Нет, Юплей тогда мы не сможем ассасинов стримить. Нет, ну вот мы доиграем и додосит до следующего года. Ну да. Когда по скидке выйдет этот синдикат, мы возьмем и тоже там поиграем. А, там же нет мультиплеера. Все, забей вообще. Додосит доталово там. До конца уже. Так они следующую часть какую-нибудь просто божественную не сделают, которая будет божественной. Так мы ее не прошли тогда. Вот я про нее и говорил. Мы так и не прошли ее. Да, видишь, это поручик Ржевский. Он бьет в лицо. Какой ты человек. Он что, убьет сейчас поручика? Нет, это не честно. Зачем? Я всегда себе поручика Ржевского таким представлял. В пошлых анекдотах, когда про него там рассказывали. Дюма, вау. Да. Это я понимаю. Вишь, Александр Дюма негр. Вот это я понимаю. Это вот поворот. Это на ген, ребята. Вот он пришел. Ну нет, он просто смуглый, по-моему. Нет, он просто в этом случае негр. Он негр? Дюма негр? Дюма негр. Вот так вот, ребят. Все. Вот она вся правда из Ассасинов. 1793 год. Да, это жопная миссия. Надеюсь, меня пополнили этот инвентарь, потому что... Да, мы с ребятами играем. Все отлично. А, все, ну сейчас пройдем. Все, пойдем по стелсу. Ты кто у нас? Ты у нас зеленый, да? Ты уже пошел? Я... Да, наверное, зеленый. Ну вот сейчас я даже не знаю, что здесь делать. То ли врываться и просто всех убивать. Да, наверное, так и буду делать. Ты уверен? Может по стелсу все? Ну ладно. Ну я так по полу стелсу. Видишь? Я не закупился... Я не закупился лутом, понимаешь? А тогда просто луте этих солдатиков-то. С них же тоже дроб. Хороший. А с них этот падает, этот самый. Коксель целебный. Да. Да? Ладно, буду лутать. Просто луте как никогда. И все. Так, все, собрали мы здесь, да, получается? С тобой рекомендательное письмо. А нет, еще не собрали. Нет, 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 нет. Тут как-то сложно было на двоих. Вот, все, меня минусо ноли. Подними меня, пожалуйста, будь бро, будь бро. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, куда, куда, куда. Вот здесь-то. Красавчик, давай, поднимай, поднимай. Я тоже очков даду, молодец. Молодец, спасибо. Отлично, отлично вообще. Все, вы бегаем отсюда нафиг. Там снайпер. Ну и пошли, нам здесь больше делать нечего. Там рекомендательные письма ребята уже тоже, видишь, подсобрали. Я сейчас за последним бегу. Хотя его, наверное, первый вот тот парниша дернет. И дальше будет турнир трех волшебников, точнее, четырех ассасинов. Это будет вообще просто. Умат. Турнир, четырех волшебников. О. Да, он упал. Я вызвал подозрение. Кого можно убить? А я вызвал убиение, мне кажется. Вот так вот. Все, поцарочку. Можно помочь. Да я вот уже просто затащил уже всех, потому что я смотрю, ни у кого такой клевой пушки, как у меня, нет. Все, можно возвращаться. Ну давайте. Просто. Я не понимаю. Он у меня никого не атакует. Да он мудак. У меня персонаж мудак. Он никого не атаковал, видимо, из-за того, что все цели были заняты. Все, я подниму тебя, бро. Все окей будет. Нормально. Вот видишь, Антон, тебя любят. Зрители тебя любят. В прямом смысле. Все хорошо. Это опасно. Ну, может быть, это девушка. О, патроны, патроны. Knights of the Light and Truth. Это, ну, если это девушка, то ладно. Все тебя ждут, и ты там такой лукишь, трупаки. Ну, мне нужны хилки. А вот, лекарство нашел. Все, нормально. Потому что у меня там вообще минусы. Но после этого дадут одну из лучших брони, которую можно не покупать. То есть, она просто становится тебе доступна. Формовой бог присудили. Формовой бог. God of War. Слушай, реально, вот, заведи аккаунт новый. God of War. Вот это круто. Тут Владимир надо. Владимир. Farm of War. Farm of God. Так, а что, уже начались? Разве уже начались? А, уже начались. А здесь, короче, надо бегать. Вот, флажки, которые зеленым отмечены, собирать. А, ну это привет совсем один просто. Да, да, да. Не то слово привет. Это прям пламенный. Я уже много собрал. Ребята, главное, знают, как проходить. А я уже не помню просто это. Я помню, что я один проходил. Я умотался ее делать. Это было просто такой разрыв мозга. Потому что службы лежали, пройти невозможно было. Подконнектиться к кому-то. Что ж такое-то? Почему у меня ассасин не нагибается, а прыгает? Вот. И здесь вот это все собрать. О, я тебе скажу. Тут просто прикол, пока один там, допустим, по низу бегает, второй сверху собирает. Это еще куда не шло. Но вот когда ты должен и снизу флажки, и сверху собрать, при этом они там еще так, ну, не рандомно они, конечно, появляются. У них паттерн есть сегодня. Слушай, а почему они появляются? Что за херня? Что за херня? Они реально появляются ведь? Да, ну типа мы их сорвали, как бы если так по ролик-плеерс судить. Мы их сорвали, вот нам следующие развернули. Кто же схватит последний? Кто же схватит последний? Рус. Ес, я собрал последний. Понимаешь, вот сейчас американцы, которые с нами играют, они говорят, скуплять, скуплять, скуплять. Я хотел последний сорвать. Скуплять. Зачем ты Рус подписал? Лорин, Рус. Лорин, Рус. В следующий раз тебе совет на будущее. Лорин, Юэс, и только и Лорин, Юэс. Не надо. Лорин, Юэс, икс, даже я бы сказал. А, Юэс, вот, Юэс, 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 икс, 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 икс. Это тамплиеры, тут четыре ассасина, пришлите подкрепление. Слушайте, это из чата, из чата, из чата. Пришлите подкрепление, да пребудет с вами отец понимания. Нормально. Кстати, единственный человек, который любит тамплиеров, да. Ты единственный. Хотя, нет, наверное,ного. Нет, мне нравился тамплиер этот, батька из третьей части, не помню, как его звали. Стоп, я, подожди, я куплю запасов, вот у него можно, по-моему, что-то купить. А, да-да-да, точно, точно, кстати, я, наверное, тоже, там есть даже одной кнопкой пополнить все запасы. Я не вижу. А, пополнить все, вот, нашел. На квадратик, да, нажимаешь. Круто, круто, круто. Вот он, nextgen опять, да, вот чувствуется? Да, чувствуется. Мне не хватает автоматического факела, и все. Это будет идеально. Но не все поймут это, это тонкий юмор. Не все поймут. Очень тонкий. А сейчас здесь с четырех углов попрут, короче, против нас противники, и по-по идее их не надо валить. Их нужно вырубать. Чё, 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 чё. А, вам вижу. Зул можно обниматься, вот как я. Да, их уже можно, да? Нет, он не берется. Никто не знает, это баг такой. Ведь можно, если так аккуратно багануть, то можно их вот уже начинать. Ну-ка расскажи, 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 как ты баггуешь. Там подходишь, и вот елозишь рядом с ними, как будто собираешься обнять и крепко поцеловать. А, вот, да. А потом зажимаешь нолик. Угу. Слушай, реально баганули. Вот, если их сейчас класть, то у нас в конце миссия будет легкая. А если их убивать, то будет тяжелая. Ну вот, всё, они начали на меня снащить. Наши четверо. Наши четверо. Я думаю, что не будет. Ау. А здесь вообще, видишь, насколько адские тут. А не какие-то слишком шлифы. Я могу тебя поднимать. Поднимай, поднимай. Я сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Ой, я место... Места петарду кинул. Так я... Сейчас. Во, всё, вот теперь можно. Сейчас, сейчас. А я не могу тебя, прикинь, поднимать. Типа мне надо их убивать всех. Да? Да, пока это... Ладно, давай, короче, осторожно. Лучше отыграем. Мне, к сожалению, камера нельзя. Нельзя поменять. Все, все, все. Поднимите поиски флаги. Вам, по-моему, не убивать их, а в флаги поднимать просто надо? Да, надо. Да что такое-то? Хватит. Ещё один флаг заходить. Ещё один флаг заходить. Вот, всё, наконец-то. О-о-о-о. Хорош. Савчик, ещё фултубой. Видишь, я потрогал тебя, и всё стало хорошо. Ну, кто-то... Ну, заблодиско прозвучало. Ну, да. Такое тоже может быть. Я... Все же понимают, что только... Только в самых лучших... Смотрите, я как стреляю. Я стреляю. Я в ассасине стреляю. Я не хочу с этим говном разбираться. Я... Мне будет ещё М-очку, 30 патронов, и... Парни бы... Были бы все наказаны. Абсолютно точно. Ай. Ай, хиляйся, хиляйся. Молодец. Кидай эту дымку. О-о-о. Не знаю, это чего-то расчёт у меня забирает, поставил. О, дымка, это хорошо. Сейчас я вот... Задымлю тогда. Так, здесь мы подняли, здесь мы подняли, всё там просто. Всё. По-моему, всё. Отлично. Теперь нас... Сейчас Дюма либо скажет, что мы нафейлили и слишком много убивали. Ага. Либо он скажет, что всё окей, чуваки, проходите и убивайте его втихуе. А Дюма можно убить за то, что он негр? Ну, вообще нужно, но не знаю, насколько здесь предусмотрено игрой. То есть ты к Дюма подходишь, он говорит... Ассасин в Дагестане. Вот как тебе такая мысль из чата. В Дагестане ассасин? Слушай, ну это интересно. В Афганистане, да? Подожди. Так мы не будем убивать Дюма-то? Вы привлекли слишком много внимания, да, он сказал. То есть мы его... Значит, мы там будем... Нет, там внутри просто будет очень много этих противников. Вот и всё. Тут нужно четырёх командиров грохнуть. Причём вот я уже двоих из них положил. Давай, добей его просто этого. Да я пытаюсь тут кинуть эту... Эй-эй, я его поднимаю. Давай вставай, ты чё. Он чуть не откинул копыта. Да я точно здесь сейчас буду откидывать копыта. Потому что я так прям вообще нахрапом полез. Пока я спасал, значит, наших братьев, ты там уже полез в кучу. Да наши братья, вон я смотрю, тупят. Идёт смена ведущего. Блин, кто-то ливанул. Кто-то ливанул. Ой-ёй-ёй. Ведущий, я надеюсь, что будет Якубович. Почему ты мёртвый? Таше, ты меня убили. Плохо. Да, ты тут не поспоришь. Цель уничтожена. Ну, на самом деле, тут вообще понт остался и добить всех. Да блин, ну чё ты не лезешь-то? Раз, убить, и два, убить, и всё. Лезь, лезь, лезь. Так, а как ты вот говорил, оживал? А, всё, десинхронизирован я. Враг поднял тревогу. Ну, вообще найс. Сейчас будем с боем. Прорываться. А куда ты там, через верх, что ли, как-то полез? Я не знаю, вы где вообще. Я думал, что вы наверх залезли, вы уж наверху были. Нет, там войти можно прямо внизу. А, ну я почему-то наверху оказался. Не могу сейчас залезти. Там можно пройти через верх? Я сейчас посмотрю. Я сейчас чекну это дерьмо. Так, короче, я ожил. Я ожил, сейчас пойду потихонечку. Аккуратненько так всё. Начну с Дюма. Я ему заслабокат. Он тогда задание было провалено. Полицу ножом. Ну, он уже сказал в открытую, типа, действуйте. Вообще пофигу. И так всё испортили. Вы мудакей. Да, он. А не осасили. Мы сами всё зафейли. А, вот этот вот парень тоже явно нехороший человек. Да опять меня грохнули. Блин, вообще. Чё за лажа? Я, главное, кидаю дымовуху, а меня всё равно успевают раскромсать. А я сейчас прыжок вверх сделаю. Вон тут, да, вон. Да, ведущий Владис Пельш будет следующий. У нас когда была смена ведущего. То есть я единственный тут цельный парень, да? Да, ты вообще так... Тебе одного осталось... А, нет, двоих осталось. Две цели ещё нужно уничтожить. Ну вы же сейчас рестнитесь, если чё. Ну, да. А если даже второй не рестнится, будет ещё интереснее это задание на двоих проходить. Не, рестнулся. Так, Арли. Во, это ты меня пришёл спасать? Ничего себе. Ты настоящий бро. Ты просто бро. Бро фист. Давай, пока вам... Вы это, да, выпрыгивай пока. Сейчас мы... Хотя, в принципе... Давай тогда стелс занимать позиции и... Как мы их будем тогда? Как мы будем привлекать к себе? О, ну ладно. Ну, достаточно осторожно, в принципе. Ну, я не видел тут со всех сторон. Со мной это как бы... От них не весело. Так, мы... Скольких убили? Три цели из четырёх. Да просто закидывай дым из дома всех. А у меня бы закончился уже дым. Ааа... Я-то закупился. Ну, ты правильно всё сделал, а я нет. А это кто? Всё? Всё скрыться. А, да. Да, это товарищ наш был. Всё, я вот через это окно, через которое ты заходил, как раз сейчас. Буду скрываться. Я зашёл, просто и вытащил. Чё будет без меня делать? Да, вот просто Риш пришёл и затащил. Вот, по-другому не скажешь. Затащил. От всей души, ребят. От всей души, ребят. Ну, просто... Вот красава, Риш. А Риш красава. Нам кто-то коннектится. Нам кто-то коннектится. Сейчас посмотрим. Тиран к нам коннектится. О, ты там, что ли? Ты в сене? Выберитесь из дома инвалид. Эй, ты что, ко мне в сен запрыгнул? Нас не так поймут теперь. Я ушёл отсюда. Уйди, противный. Да ладно тебе. Все так делают. Второй раз так делал. Запрыгивайте втроём. Какого чёрта? Группа, ушко в сене. Мы же в ассасине. Ох, отлично. Чё-то к нам не присоединяется этот... Парень. О, и сразу красиво стало ярко. Накидку дали. О, еее. Да, прикольно. Всё, смена ведущего. Теперь точно Валда спишь. Или Леонид Якубович будет. Тоже как вариант. Ну чё, наверное, будем закругляться? Или чё ещё поиграем? Ну, давай спросим чат. Если народ устал, то можем и закруглиться. Давайте, ребята. Ждём. Ну, мы так-то всё, по-моему, прошли. Всё такое интересное. Я не припомню ничего больше. Вот это мы начинали, мы её и не проходили. Вот сейчас из-за того, что с нами пацаны были, мы прошли. Из-за того, что ты вот так вот взял и затащил просто вообще. Просто взял и затащил. Это ты везде тащил. Я даже не успевал с тобой бегать. Это Браво. Браво Лорину USA. Да, она только пришла. USA Today. Так, я сейчас быстренько переодену накидочку. Тоже прогрузился. Я даже не прогрузился ещё. Тоже там накидываю. Кстати, тебе тоже советую сменить, потому что она прям вообще. Она топовая прям вообще. Топовая, топовая. Так, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Это значит персонализация, снаряжение. Да, снаряжение, защита груди у тебя в данном случае. Я всегда говорил, что грудь должна быть защищённой. Ну что, ребят, нам ещё попрыгать ассасинами. Ну нет, говорят, попрыгайте. Попрыгайте. Как он называется ещё раз, пожалуйста. Снаряжение, защита груди, самый низ, самая левая. Легендарная накидка мушкетёра. Легендарная накидка разбойника мушкетёра. У меня она закрыта. Да, у меня закрыта мушкетёра. Как же закрыта-то? Мы же только что задание на неё прошли. Она под замочком. Я, видимо, плохо прошёл. И написано, нужно пройти задание? Ну, просто замочек висит. Вау. Есть легендарная накидка бойца наполеоновской армии. А вот мушкетёра, к сожалению, нет. Обильно печально. Ну, нифига себе, ребят. Вот так вот. Слушай, я не знаю. Ну, давай я какой-нибудь тогда сейчас, в общем, выберу задание, которое никогда в жизни не брался, за которое. Сейчас какой-нибудь тоже из топовой сложности. А у меня не хватает. Да, терраса хорошая. А у меня не хватает. Да, ну я сейчас с опозданием вижу, да. Слушай, а почему же всё-таки накидка мушкетёра-то закрыта, если ты там всех покромсал? Да ладно, хрен с ним. Ну да, мы же не для накидки. Не накидка единый. Королевская семья, оружие и деньги. Ну вот, не знаю, играть вот так вот. Пусть будет вот такое задание. Королевская семья, оружие и деньги называется. Да, ну давай. Не самую сложную. Давай. Побогуем ещё полчасика. Да, полчасика побогуем, и надо будет и честь знать. Потому что, конечно, после чёрного дюйма, сами понимаете, никакой боевой настрой. Да. Нужно срочно посмотреть на Мать Драконов, на Дейнерис. Иначе потом вообще ничего, работать не будет до конца жизни после чёрного дюйма. Да, ну ты сказанул. Вообще отлично. Это правильно. Я сейчас прикинусь голубем и сел, короче, на голову статуей. Сейчас я буду работать голубем. Не, не подумайте только, ребят, я начну чирикать, конечно. Не то, что вы подумали. Королев, коров, коров, коров. Да, точно. Вот этим прикольно совсем. То есть здесь всё, политика такая, развлеки себя сам. То есть никаких вариантов, никаких вариантов, что ты будешь там, чем-то тебя игра удивит, там, обрадует и прочее. Слушай, а мы с тобой в одной, как бы, вообще локации? Чё-то я как-то вроде тебя не наблюдаю. Я тоже тебя не наблюдаю. И меня, кстати, убили, я десинхронизирован. Надо сейчас как-то что-то попробовать ещё остановить. Нет, я почему-то в одиночном час пригласил. Сейчас тебе... Смотри, голуби не чирикуют, а голуби что, курлыкают? Да, ведь, получается. Эльгарен поправляет всё-таки. Вот я тебе это. Приглашение невозможно почему-то. Слушай, чё за бред? Слушай, я не знаю, у меня какие-то загрузки, сохранения, загрузки, сохранения. Ребят, вот видите, игра всё-таки, она богует безостановочно. Всё, почему-то по-разному не выдерживает. Спокойной ночи. Домой ещё, да. Даже не по-московскому, не по-нашему ещё немного времени. Ну а вдруг это Дальний Восток плюс 7 там? И уже там совсем утро. Ну там я не понимаю, получится. С Дальнего Востока едва ли меня смотрят, потому что у них там свои японские там есть вот сплэйщики, которые там тоже. Все, не вижу смысла смотреть, какого-то пацана с Урала. Который с одного тычка проходит по стелсу, без сохранения, переигрывания и прочего. Ну японцы же так всегда делают, правильно? Ну, конечно, вот если вот опять же к графике вернуться, конечно однообразно всё это выглядит. Однообразно, но красиво всё равно. Всё равно прикольно. Что-то в этом есть. Не знаю, насколько реалистично они тут всё у вас создали, но какая-то особая специфика в этом есть. Особенно вот этот сапор просто. It's fucking amazing. Так, где у нас сено-то? Куда прыгнуть-то? Ну а ты же всё-таки из Якутска тебя смотрят плюс 6. Время. Ни хрена себе. Вот так ты говоришь. Ну раз так, тогда персонально скажу спокойной ночи. Персонально, если правда, с Якутска. Это жесть. Я так понимаю, у меня началось задание без тебя. Раз... Да, так мы же по-разному обиды сюжета. Да что ж такое-то. Ой, сейчас умру, ой, сейчас умру, ой, умру. О-о-о-о. Десинхронизировано. Я не видел там сен. Странно. Всегда обычно сено стоит, а тут прямо какой-то не канон. Не канон ассиновский. Что-то странное происходит. Так, я прерываю задание. Пойду-ка я тогда тебя как-то добавлять. Что ж такое-то? Я даже не заметил, что нас... Это всё из-за смены ведущего. Я вот так вот скажу. Наверняка это всё из-за... Наверное, да. Там вот что-то случилось, пацан дисконнектнулся, а потом к нам какой-то другой коннектнулся, и всё, и там распалось всё. Всё распалось, всё сломалось, всё очень плохо. Ну ладно, сейчас... Сейчас мы всё это исправим. Пригласить игроков. Я же должен сейчас приглашать игроков. Правильно? Ну да. Пригласить друзей. Так, есть. Выбираем. Что это такое? А можно только список друзей? А можно даже, только список друзей, а то здесь столько вообще. Ошибка сервера. Вот так. Ну вот. Ошибка сервера. Я знал, что такое дерьмо может быть. Мне кажется, что это просто игра нас подталкивает всё-таки к тому, чтобы мы закруглялись. Не знаю. Ребят, перед стримом мы коннектились, я не мог законнектииться. Мне пришлось сейчас консоль перезагружать, чтобы законнектииться. Поэтому тут такое дерьмо тоже может произойти. А может сейчас придёт? Инвайт? Я инвайтов не вижу. Инвайтов не вижу. Просто у меня сейчас он не выдал никакую ошибку. А, вот сейчас, да, вижу инвайт. Сейчас попробуем. Участвовать. Сейчас попробуем. Давай. Всё из-за Скалфейса. Да, возможно. И из-за Сахилантропа. Мы сейчас закричим. Мы сейчас закричим. У-у-у. У-у-у. Как вариант. Я могу предложить, что-то скромное. Опять песнопение стримовский. Это же отлично. Не, не заходит что-то. Не хочет. Алис Грейт. Всем привет. Давно стрим идёт. Тоже практически под концу. Подходил стрим. Вау-у-у, ребят. Как он такой. Вау-у. Тут все заценили твой полёт. Между тем в чате. Заценили. Всем понравилось. Хороший урти замки. Читает. Потому что спугали что-то. Куртизанка, кстати, неплохо так детализировано. А инвайд-то у тебя как? Обработался? Они ушли. Они испугались меня. Ну, я нажал принять. Что-то грузилось. И всё. Теперь никуда. Что такое? Долбанный. Давай ещё раз. Давай ещё раз пригласи. Давай ещё раз попробую. Я пока кутизанок посмотрю. Там какая-то битва. Блин. Кутизанок нету больше. Вот вижу, вижу, вижу. Давай, давай. Заходи. Заходи. Алис Грейд. Ты не опаздывай. Вступай в группу ВКонтакте. Ридж там всегда публикует планируемые стримы. О, коннектчусь. Коннектчусь. Значит, всё-таки копчик ещё один сделаем. Значит, будет сам щейд. Сам щейд. Таким. Оу, еее. Да. Все влаги, на самом деле, все баги, проблемы игры только из-за Ubisoft. Понимаете, друзья? Здесь никаких оправданий не принимается. Никаких оправданий. Что-то грузится, 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 непонятно, что уже полчаса грузится. Ну вот я жду, да, когда у тебя загрузится, чтобы не начинаем, чтобы не рюкануло. Да. Видимо, он по... Азазим. Да. Законотился. Всё. Аминь. Всё. Тогда играем в общую игру. Вот так вот. Давай. Королевская семья оружия и деньги. Ты уверен, что это Изич? Подконечный. Подконечный я буду... На 4 звезды. Можно? О. О. Ребят, смотрите, как вам вот это вот пойдёт, да? Сейчас мы посмотрим. Слушай, знаешь, что забавно? То, что, видимо, у нас с тобой ещё и люди в городах разные, потому что ты сейчас охотился незачем. Просто ты просто ходишь. Ну, это да, это рандомно абсолютно толпа. Я думаю, только в радиусе синхронизировано. Я думаю, только в радиусе синхронизировано. Ну да, в принципе, а так прикинь, вот там тысячу ботов вот таких синхронизировать. В принципе, вообще-то, наверное, не так сложно. Ну, для Юбисофта, в общем, это непроходимо квас в любом случае, ребят, поэтому... Не будем придираться, мы им простим их за это. А я просто посмотрю, как Ридж ходит за пустотой. Просто его волочат туда. Смотрите, ребят, ну это нормально. То есть парочка сидит, лапзайца, подошёл к мужику, как бы... Ну, нормально. Нормальная ситуация. Я вон твою девчонку уже целую. А ты как бы вообще, да, не реагируешь. Посмотри сейчас на стрим. Мне кажется, они напуганы. Мне кажется, они напуганы этой ситуацией. Ну, у мужика явно стали. В болс не хватает. Раз уж у нас тут Париж знаком ли ты, Ник, с произведением французских режиссёров или писателей. Ох. Давай ты. Давай, давай, отвечай. Ну, с французскими актёрами, режиссёрами я знаком. Люк Бессон, он же из Франции. Люк Бессон мне нравится, например. Причём, уточни, что лично знаком. Так вот, живём в одном доме. А, нет. Ну, с произведением. Подписатели, но вот Дюма, наверное, все. Три мушкетёра. Я думаю. Да. Чёрный Дюма. Чёрный мушкетёра. Чёрный шкетёра. Хардиналы решили, я там сидел. Вот Мультистрон спрашивает, Far Cry Primal будут вышки? Я думаю, что там кроме вышек-то ничего и не будет больше. Ой, Far Cry, нет. Я честно, я жалею об оценке, которую я дал в четвёртой части. Она больше шести с половиной заслужила. Я жалею о той оценке. Единственный обзор, о котором я жалею, что я поставил высокой оценку. Украдите из нужного сундука. Что такое нужного сундука, я стесняюсь спросить. Из нужника, короче. Из нужника. Из нужника надо красить. Понял, да? Я боюсь спросить, что нужно украсть в него. Королевский помёт. Подливы. Подливы украсть. Туалитра. Вот за что мы любим Assassin's Creed. Вот всё нормальное тут. На! Вот такое задание вам кидает игра. Ты ведро взял на честь. Не расплескать ещё надо. А потом ситуация, потом ролик будет как Остин Пауэр. Знаешь, там анализ кала жирного ублюдка. Да, похоже, жирный ублюдок. Это смешно. Всё, надо взять себя в руки. Ну, это классика Ассасина. Давай вот скажем, что это так. Ведро взять, прибежать куда-то, убить их, залить, убежать. Всё. Да, абсолютно стандартная ситуация, друзья. Здесь, в общем-то, большинство заданий основных такое же. То есть всегда что-то найти. Вот меня уже даже проткнули. Награда наша снижается. Просто расплескиваем. Что-то там валяешься-то. Сейчас из тебя, по-моему, цель выйдет. Мы твоим запахом. Слушай. Это вообще я. Во, смотри. Ком, я подняли. Вообще, Найс. Просто так. Кого спасти? Тебя надо спасти. Сейчас я тебя, бро, спасу. Тебя поднимаю, пока-то. Тебя поднять, что ли? Всех убиваю, кого могу, да. Офига. Я сейчас прям из последних сил буду тебя поднимать. Только бы мне дойти по ней, где ты там лежишь. Он мне так поднял. А, тем уже вроде подняли, да? Тут такое беспредел вообще происходит. Мне нравится, когда я салтаю. Эй, йоу, йоу. Ты че хочешь? Слушай, а я вообще просто в тупую бегаю и ничего не делаю. Бедро тащи быстрее. Сейчас свое задание будет. Че, бедро? Вот так вот, ребята. Вся правда оба соседей. По крови снимаются просто. Ну, слушай, до слез почему. Ты не говори. Мы, по-моему, упоролись немножечко с этим заданием. А это все Ubisoft виноваты, понимаешь? Слушай, это ж не мы такие. Из нужного сундука нужно. Я тот выкрал. Я не знаю, из нужного или нет. Слушай, походу ему нужно. Вот смотри, тут пацан лежит. К нему, походу. Сейчас. Это какая-то зритель, я посмотрю. Смотри, не, видишь, что тут лежит, он говорит. Сейчас, ребятам, подожди. Цель миссии. Смотри, он. Сейчас. Цель миссии сейчас вам сделает. Давай ему поможем. Давай я ему поможем только сделать. Весь помезанчик. Музак полетела. Ой, господи. Шутиха, что ли? Да. Бомбануло, короче. Ой, слушай, уже надо успешно скрыться. Походу, наши друзья выкранили из нужного. Сейчас я ему живот полечу, бацану. Нормально, нормально. Мне его жалко оставлять. Он хотел нам помочь миссию выполнить. Давай я его хоть добью меня. Как пацаны не уходить? Сейчас будет. У меня последняя шутка. Долго мы ждать-то будем. Давай. Я не могу. Это истерика просто. Еще будут ливать уже эти ребята. Сейчас они добьют его. Пускай больше. Миссия провалена. Миссия фейл, босс. Все, надо скрываться. Пункт управления уничтожен. А вы говорите, что это скучно. Это круто. Это я понимаю. А что, все выполнили, да? Да, нужно. Сложника нужное выиграли. Надо бы как-нибудь перепройти задание. И в сюжет вникнуть. Не, ну если пацаны говорят нас нужненько похитить, мы пришли, там пацан тужился, тужился. Ничего нужного нам не на нужное. Вот такие вот, друзья, задания в Юнити. Вот как после этого оставаться равнодушным к такой игре? Средний балл 10 из 10, господи. Да. Только из-за таких вот заданий. Ловвинов не врал. Ловвинов не врал. По эмоциям отбивает. Отбивается 10 из 10. Ольга расспрашивает, Ник, это у тебя там точно фантом сигара? Ничего повеселее, а? Нет, я ее даже почти сегодня на стриме не пользовался. У меня почти все время были руки заняты. Ладно, ребят, прошли мы еще один коопчик. Давайте шурутик брейн, он там не достримил. Но все равно у нас на пике было 42, хорошо, нормально. Я считаю, что нормально. Повеселились, поугарали. Клубчик поиграли. Думаю, да, закругляемся давай. Да, на душе. Спасибо вам большое, что пришли на наш стрим. Спасибо, ребят, за ваши вопросы, за общение. Я очень поугарал, мне очень все понравилось. Мне тоже, мне прям дико, вот под конец. Последняя миссия лучше, я считаю. Вот если бы такая миссия была у вас осени, серьезно, вот я бы просто такой отзыв классный сделал. Но, к сожалению, это все мы выдумали. Все это мы выдумали. В общем, в следующий раз мы, скорее всего, будем добивать ларку. Ну, когда вместе с ником будем стримить. Ларку, да? Скорее всего, добьем. Да, да, поэтому. Поэтому ждите, обязательно. Спасибо, что были. Риджет, Николас Прайлот. Сегодня с вами были. Удачи вам и пока. Спокойной ночи.